Итак, как и было заявлено, сегодняшний наш стрим в продолжении серии о мифах про различное государство. Мы сегодня поговорим про Соединенные Штаты Америки, да, проклятый пиндостан, который не дает ватникам нашим покоя. Сегодня мы затронем ряд мифов, которые очень часто любят тиражировать в средствах массовой информации, в различных пабликах, группах и так далее вообще. Значит, начнем по порядку. Первый наш миф, о котором я хотел бы поговорить, это о том, что в Америке огромные налоги. У нас присутствует человек, который жил в США и живет уже на протяжении 25 лет. Вот как вы прокомментируете это? Большие налоги в США. Ну, могу прокомментировать, да. Да, конечно, небольшие. Вот я, например, плачу около 30% налог, да. Вот когда я получаю зарплату, мне сразу высчитывают, там где-то 12-13% федеральных налоги идет, потом штатовский налог. Ну, в общей сложности где-то получается около 30, может быть чуть-чуть меньше сейчас. Но, при том, что зарплата у меня, у меня годовая зарплата на 120 тысяч сейчас идет, вот где-то 10 тысяч в месяц. А кем вы работаете, если не секрет? Софт-вое инженер. Там есть по-вашему, да? Хорошо. А что насчет налогов? Вот вы говорите, 12 сразу высчитывают? Нет, ну, каждый месяц, то есть у меня получается пей-чек два раза в месяц, и с каждого пей-чека мне снимают налоги. Это у меня такое идет потом, в конце года, где-то, ну, в начале следующего года я делаю, делаю такой такс-репорт, что я заработал, сколько я налогов заплатил, там по определенной форме заполняется, и все. Я подбиваю бабки, сколько я еще должен, или федеральным, или штатовским властям, сколько я должен, или, может быть, они должны, согласно этому закону. Ну, и я им посылаю, они рассматривают, присылают мне деньги, или я им посылаю чек. А, ну, большие, конечно, но то, что у вас остается, у вас остается очень-очень много, на жизнь хватает даже слегкой. А часть налогов возвращается, то есть, ну, вот они, идут огромные налоги, на что они вообще идут? Федеральные налоги идут на содержание федерального правительства, армии, безопасность, ну, вот это самое. Я имею в виду больше социальные программы, то есть, возвращается ли часть налогов, то есть, люди получают какие-то благо там? Есть люди малоимущие, да, есть те, которые совсем неимущие, и социалка платит им, то есть, их содержит, то есть, для них есть специальные дома, они там живут, ну, им какие-то деньги платят, вот, какие-то фудстэмпы платят, вот, и медицина бесплатно, для них все идет такое. Фактически живут в доме, да, государство плачет, там и электричество, ну, воду, канализацию, все-все-все, вот это все оплачивает. Ну, если вы хотите там телевизор смотреть, значит, вы будете сами платить из своих средств, которые, опять же, они вам дают. Вот, вот у меня есть плода, это, ну, это мои жены и родители, они уже пенсионеры, они сюда приехали пенсионерами, вот, и в таком доме, ну, деду уже 90, бабе 83, ну, конечно, они беспомощны, и все, то есть, им на двоих платят где-то 1400 в месяц. При условии то, что они живут в малоимущей квартире, ну, все их коммунальные услуги оплатят государство, ну, и, то есть, 1400 в месяц, и там где-то, наверное, долларов на 80 на 100 еще дают фудстэмпов. Фудстэмпы – это такие вот карточки, по которым вы можете покупать любые продукты, только продукты питания. Цена вся бесплатная. Еще один очень важный вопрос, Айсман, к вам. А в каком регионе США вы живете? Это тоже важно. Все-таки Калифорния, там и Северная Дакота – это не одно и то же, понятно. Да, Массачусетс. Это Атлантическое побережье. Хорошо. Вот Тедди у нас тоже присутствует. Скажите-ка, а вы что об этом скажете о налогах в США? Наверное, человек просто занят. Ладно. Другой вопрос, потом, может, Тедди добавит. Хорошо. Если он туда не слышит, тогда перейдем, ладно, ко второму мифу. Так, а первый миф какой, прошу прощения? Первый миф вот про налоги. Мы сейчас говорили. Айсман высказался уже. Вот скажи свое мнение по поводу того, что в США огромные налоги. Что об этом думаешь, что в США огромные налоги? Нет, в США относительно Белоруссии и России налоги низкие и относительно некоторых европейских стран. Большие, да, 30%, очень много, да, вот когда сразу оплатишь. Но, если посмотришь относительно зарплаты, это очень хорошо. Это вы идете в Беларусь, посмотрите в Белоруссию и в России, то есть вы ничего не получаете. Если платите там еще даже тех 10-15%, это очень много для России и Белоруссии. Ну и Украины, естественно. Не, ну у нас же не 15, но у нас же даже больше, чем 300%. Ну если все это собрать, у нас много скрытых просто налогов. Они как бы не учтены явно, но по сути это те же самые налоги. Ну у нас они тоже есть. Вот скажем, если я покупаю бензин, там тоже какие-то налоги включены, то же самое стоимость бензина. Та же самая там алкоголь, сигареты, вот все это тоже туда идут, тоже дополнительные налоги. Из этих налогов, то есть там какие-то программы свои оплачиваются. Ну, то есть я тоже не беру, то есть это отдельно, да? Вот то, чтобы свои зарплаты заплатили, вот эти вот налоги, я считаю, что это чисто налоги. В Украине там НДС налогово добавленную стоимость 20% и есть еще некоторые налоги там. До сих пор на мобильную связь есть, есть военность, сбор небольшой. Или на бензин допустим, там тоже. Ну, у нас двойного налогообложения, насколько я знаю, на те же дороги и на бензин. Ну, я вам скажу, сколько я плачу налог на дороге, да, за автомобиль я отдельно плачу. У меня, у нас получается, около, я не знаю, где-то доллара 700-800, если у вас нового автомобиля, только-только купили, вы сразу за год заплатили, где-то 700-800, через год, через два, 300 долларов в год. А если у вас в автомобиле уже 10-летней давности, начнут где-то 10-15 долларов в год вы будете платить. Стоимость бензина, вот я заправляюсь 93-м бензином, и у меня где-то галлон, да, это 4 литра, где-то около 3 долларов, 2,99, где-то 3 доллара. Хорошо, перейдем ко второму мифу тогда. Прожди, стоп, первая, первая, первая минутка. Меня на работе отвлекает меня, все время просил же не заходить. Относительно Европы и России, да, налоги низкие очень в Америке, поэтому Америка процветает относительно, да. Но, в принципе, они могли бы быть ниже, и я, как антисоциалист, требую, чтобы они были ниже, и экономика будет, соответственно, лучше. То есть сейчас Америка катится в бездну, из-за того, что очень высокие налоги. Вот все, можно переходить к... Ну, относительно Европы они низкие, поэтому в Америке с экономикой гораздо лучше, чем в Европе. Вот ты, Тедев, реально, вот в каком-то регионе США живешь, то есть сколько ты налогов? Ну, в очень плохом регионе, он называется Калифорния, это почти социалистическое государство. Некоторые даже называют ее Комиофорния. Я плачу примерно 37%, но так как я низкообеспеченный человек, малообеспеченный, то я их практически не плачу. То есть, как это называется, скользящая шкала налоговложения, что ли? Ну да, у вас там минимальный уровень жизни, сколько там, 25-30 тысяч, да? Нет, нет, на человека, те, у кого меньше 22 тысяч на человека, те налоги не платят тот, как я. То есть я плачу буквально муниципалитету там какие-то 100 долларов в месяц. Это правда, это правда. У нас тоже самое есть, кажется, 30 тысяч в год, это в Массачусетсе. Да, нифига себе, круто. Вот я хочу к вам переехать. Переезжайте. Да, чего не скажешь про нас. У нас, если человек малообеспеченный, он не просто платит больше, чем богатый, но он платит вообще практически, отдает все, что у него есть. Даже то не ядцы, бомжи должны платить. Причем всегда меньше. Правильно, потому что богатые ничего не платят. Ну да, у нас все как в Зазеркалье в каком-то. Бедные должны платить больше, чем богатые. Например, за тоже коммуналку. Поэтому экономика в Белоруссии такая, какую мы видим. Да, поэтому перейдем ко второму мифу. В США плохо развит общественный транспорт. Существует такой миф о том, что без машины там вообще никуда добраться практически невозможно. Насколько это правда? Это правда. Но что мы называем транспортом? Например, поезда, самолеты и корабли хорошо развиты. Лучше, чем в России, например, или в Белоруссии. Автобусы, например. Да, автобусы еще, кстати, да, хорошо развиты. Дело в том, что в Америке вообще в принципе... Я немножко поправлю вас. Транспортная культура иная. То есть в Америке транспортная культура автомобильная. То есть человек с 16 лет уже садится за руль и ездит в школу в последние классы. То есть вот этот вот принятый в Европе общественный транспорт, он здесь просто не востребован. Потому что здесь другая структура городов, другая структура штатов, другая структура производств. И вот эти троллейбусы, автобусы и трамваи, они просто не нужны. Не то, что не востребованы, они даже не нужны. По-другому выглядит страна. Можно же в кредитом отправить. Да, вот они в районе городской черты, да, вот скажем, если у вас там в Сан-Франциско живет, вот у нас Грейт Бостон, да, вот они нехорошо развиты. То есть у нас, будем говорить так, что центр Бостона, да, там очень хороший автобус на сообщение, да. А там, где уже частный сектор, там ходят автобусы, они редко ходят и все. Но если людям надо на работу, и очень большое количество пассажиров, то есть они никак не смогут влезть от автобуса и все. И автобус тоже с перебоями ходит. Поэтому каждый пользуется автомобилем, естественно. А междугородние автобусы, например, как? Да, ездит прекрасно. Да, да, прекрасно. Междугородние, да, без проблем. Я в свое время когда-то еще только приехал, первый получил работу трак-драйвером, это был Висконсин. Буквально за два дня добрался. Это где-то, ну, около двух тысяч миль. С посадками я просто покупаю, там, один билет, да, прямо их, говорит, на назначении. То есть они-то передают несколько корешков на каждый автобус, на такой-то пересаживайся и пошел, пошел, пошел. Вот это да. А какие-нибудь положительные аспекты по сравнению с общественным транспортом у нас вы заметили? То есть, ну, все говорят, что там плохой транспорт, а вот когда вы попользовались, например, общественным транспортом в Америке, вот что вы можете сказать в сравнении с транспортом в России, там, Украине, Беларуси, где вы были? Ну, в принципе, другая культура использования, не только транспорта, а вообще всего. Ну, то есть, грубо говоря, вот у нас здесь в Сан-Франциско есть метро, ну, такое надземное, как это, Штрассенбанн по-немецки, надземная электричка, вот. Люди стоят в очереди на вход, на каждую дверь. То есть перрон, он перечеркивается такими косыми очередями. То есть, в России, допустим, да, в Петербурге, люди толпой скапливаются вокруг дверей, да, таким пятном, а здесь линейка, и то есть все оперативненько заходят в этот поезд. Ну, например. Хорошо. Тогда переходим к третьему мифу. В принципе, этот миф подтверждаем. Действительно, транспорт развит, ну, не настолько, как в России, но тут просто культура, да, другая. Инфраструктура другая страны. Нет смысла в трамваях и троллейбусах. Потому что нет троллейбуса, если можно за 500 баксов купить в автомобиле. Да нет, дело в том, что здесь нет городов барачного типа. Точнее, они были когда-то, но они сейчас уже закрыты, можно сказать. Да, общественный транспорт не развит, потому что он не настолько востребован, как у нас. Вообще не востребован, да. Вообще не востребован, да. Особенно в центре города, да, он востребован. И в основном там малоимущие или те, которые алкоголики, будем говорить, наркоманы, которые не могут сидеть в руле. Кого прав лишили, да. Общественный транспорт, правда? Тогда переходим к третьему мифу. У нас достаточно интересный миф. Как же, как говорится, поговорить про США и не коснуться темы геев? В США геи повсюду. То есть их очень много гомосексуалистов, гей-парады. И приняты законы, законы, дискриминирующие гетеросексуалов. Действительно ли это так? Нет, это полная враньева. Просто повсюду, ужасающе. Это дважды враньево. Первое враньево заключается в том, что США – крайне пуританская страна. Здесь очень тяжелое сексуальное законодательство. Тяжелейшее вообще просто, фантастическое. Вот как это было 200 лет назад, так оно осталось. То есть Киселёв нам влюблено, да? Да, абсолютно. Я согласен с вами. Дело в том, что у нас же однополые браки разрешены. Пожалуйста. Минуточку. Начнем с того, что, еще раз говорю, в целом сексуальная тема в США, она немножко табуирована. То есть люди не шутят на сексуальной темы, ухаживают друг за другом без сексуальных намеков. Вот пуританская страна. В первую очередь мы говорим не просто о сексе, а именно о геях. То есть об одному. Нет, а без разницы, что... На улице как вот попадаются целующиеся геи? Не-не-не, еще раз объясняю. Не-не-не, не так, еще раз объясняю. Вот дайте мне объяснить. Дело в том, что в целом сексуальный аспект жизни, он закрыт очень сильно. Неважно, геи ты или натурал. Понимаете? Поэтому вот это уже вранье, что геи ходят и всех соблазняют. Этого нет. Это сразу в тюрьму попадешь. Начнешь ходить, соблазнять кого-нибудь. Да. Во-вторых, это действительно неправда. Геи американские, они гораздо более натурально выглядят, чем российские. У меня было сравнить то, что я полтора года прожил в доме в Ричмонде. У меня соседи были геи. Я об этом узнал буквально через год. Случайно увидел, как они за ручку в темноте шли и там собачкой выгуливали. Я думал, это брат приезжает к нему на выходные, понимаете? Да знаете, Киселева послушаешь, так кажется, что только в Америку прилетел, и тут же, надышавшись воздуха, заражаешься вот этими спорами гомосексуализма и тут же становишься геями. Нет, просто они не снимаются. Поэтому, ребята, кто приезжает в Америку, поосторожнее с сексуальной темой. Здесь вот эти все шуточки, комментарии и прочее на сексуальную тему очень не приветствуются. Посядите в галошу. Просто я через это прошел. Мы, значит, проходили курсы с приятелем там. И после курсов кто-то начали шуточки шутить. На нас все так посмотрели. Я позже узнал, что это вообще противозаконно было. На рабочем месте шутить. Да, на рабочем месте этого нельзя делать. Но в общественных тоже нельзя делать. Особенно какие-то плохие слова по отношению к геям или к женскому полу. Кому-либо. Этого нельзя делать, потому что это оскорбляет личность. Это законно запрещено. А за отношение гея и лесбиянок. Вот у вас Сан-Франциско. Это один из центров гейского. Да, это столица. В Бостон тоже, между прочим. Да, да. И Бостон тоже. У нас имеется такой вот коса Киткот. Это все ограниченная территория. Очень ограниченная территория. Буквально пара кварталов. Как в Амстердаме? Тем так. Нет. У нас в основном есть такой в даунтауне Бостона. Большой такой район. Наверное, кварталов, наверное, 5-6. Вот такие квадратные кварталы. Там они живут все. И у них дачи, вторые дома. Вот на Киткоте находятся. В Прованс-Тауне. Ну, да, они каждый ход проводят себе свои парады и так дальше. Но все как-то толерантно относятся к этому. Даже не обращают внимания на это. Ну, да, да. Агрессии нет. И навязывания агрессии точно нет. Просто за навязывание можно перевернуть. А что касается Сан-Франциско, да, действительно есть, ну, не пару кварталов, но, допустим, тоже 5 кварталов, да, где всюду радужные плаги эти висят. И есть даже улица, на которой можно практиковать эксгибиционизм. То есть можно увидеть голого человека. То есть единственная улица, я не помню ее название, но все об этом исследованы и с детьми туда не ходят. И если человек хочет ходить нудистом, да, по улице, то, пожалуйста, у него есть такое право ходить по этой улице голым. То есть, насколько я понял, никаких дискриминирующих законов конкретно пользы геев нет. Скорее тут, наоборот, именно уважение. То есть и геев уважать, и натуралов, то есть не должно быть никакого упячивания сексуальности. Нет, я понимаю, здесь вообще сексуальных разговоров нет. Никакого не должно быть унижения ничьих чувств и достоинств, будь то геи или не геи. Так, я понимаю, да? Еще раз говорю, что самая тема закрыта. Она очень сильно закрыта. То есть это двойное вранье у Киселева. Ну, понятно, а то, как посмотришь, там показывают сплошь одни парады, все в петушиных перьях, такие парады. И еще раз, но на ограниченных пространствах, заранее очерченных. Ну да, тут важно тоже не путать США и Европу. Я думаю, в Европе немножко отличается закон. Да, Америка, в принципе, гомофобная, крайне гомофобная. Страна более гомофобная, кстати, чем Россия, исторически. Поэтому родители, которые гомофобы, их дети точно никогда геев не увидят. Ну да, в какой-нибудь юте там мормоны вряд ли геев любят. Ну нет, дело в том, что родители гомофобы, они заранее осведомлены, где тусуются геи, да, и с детьми туда точно никогда не пойдут. А пропаганда в школах, вы слышали? В школах еще раз эта тема вообще строго запрещена. То есть просвещение там, в школах никакого нет? Нет, и половое просвещение есть, есть биология, рассказывают, как дети появляются. Но еще раз, пропаганда секса вообще строго запрещена в школах. Сразу вылетаешь с очень херовой записью. Да, это правда. Любого секса. Вот в этом плане Киселев очень сильно привирает. Там как раз любит говорить, что в Америке, чуть ли не с детского сада, детей учат быть там геями, там трансгендерами и всякое такое. Похоже, это сразу тюрьма. И причем влепить могут за это даже педофилию. Вот этот миф, да, я как раз хотел развеять. Начнешь с детишками говорить о сексе, могут и педофилию влепить. Вообще очень не советую. Ну что, тогда переходим к следующему мифу. Тут, в принципе, все сказали. Четвертый миф. В США все в кредит и в аренду. То есть почти никто не является собственником недвижимости, там машин, чего-то еще. Все живут в кредит практически. Своего ничего нет, все какой-то там большой долг. Да, это хорошо. Чем выше уровень кредитования в стране, тем выше экономика. Это раз. Во-вторых, где-то 50% живут в кредит. Ну, в смысле, жилье, допустим, ипотеку. А кто-то снимает. Тут это очень тонкий вопрос. По деньгам это примерно одно и то же. Ну, я могу... Все закрептованы. В первое время, когда я приехал в Америку, да, ну, я снимал какое-то время, там, наверное, лет пять снимал квартиру, все, а пока потом ее не купил, да, это уже как квартиру и выкупил. Сейчас у меня своих два дома. И когда вы живете на квартире, да, скажем, там, ну, вот такая квартира, как бедра, да, это, ну, наверное, где-то 4-5 комнат, да, она где-то будет стоить около трех тысяч в месяц, да. А если вы имеете такой свой дом, ну, она вам войдет цену, я думаю, что где-то 1200, да. Ну, это еще от района, наверное, цена зависит. Ну, ну, конечно, конечно, от района все это меняет. Где-то дальше? Афроамериканцами там будет подешевле, наверное. А, ну, обычно белые люди там не живут, вот. Я живу в очень богатом районе, и у меня-то... Ну, тут могу сделать небольшое замечание. Есть на YouTube-блог одного, значит, русского человека, который уехал именно в гетто Лос-Анджелеса с неграми, там живет, и говорит, здорово, нравится, говорит, жил в обычном районе, говорит, не понравилось. Вот, говорит, в гетто там нормально. Ты знаешь своих соседей, знаешь, что там вокруг и как. Короче, в общем, ну, такой четкий пацан. Ну, тут есть нюанс очень серьезный. У него есть дети? Да, он женился там на афроамериканке, и у него там семья. А, ну, понятно, понятно. А, ну, это, ну, знаете, это же жениться или даже быть бойфрендом афроамериканки, это, так сказать, карт-бланш на все время. Он там знает своих соседей, они тусуются, в общем, такой тоже. Нет, если у тебя подружка афроамериканка, это значит, что ты можешь ходить в любое время, в любом гетто. У них, короче, матриархат у темнокожих. Это значит, что ты самый главный на свете пацан, если у тебя подружка черная, это нормально. Укажу свои причуды, ну, что делать. Ну, я и хотел бы добавить еще по поводу жизни в кредит. Да, я тоже живу в кредит, но это не кредит. Это фактически я пользуюсь кредитными карточками, но я каждый день выплачиваю там по ним и все. То есть я ничего за кеш не покупаю, ничего. Я не ношу с собой кеши, в случае чего, если даже тебя грабят, у тебя денег никогда нет. У вас кредитная карточка, а кто-то чужой не сможет воспользоваться вашей кредитной карточкой. Если воспользуется, то банк сразу блокирует этот счет. Приблизительно знает, чем, какие товары я покупаю, приблизительно, да, на какие суммы, где покупаю и так дальше. У них это история. Когда кто-то на моей кредитной карточке, скажем, украденной, что-то другое купит, они сразу же звонят, мне говорят, а ты покупал или нет, сразу же. То есть это называется кредит, жизнь в кредит в Америке. А потом вы же получаете большие деньги, да, вот, и вы уже сами распределяете, что вы делаете. Вы хотите положить на savings account, или вы хотите там какие-то акции купить. Это то, что вы хотите, то и делаете. Да, большая разница. А у нас, как станешь на кассу, вечно написано, терминал не работает только за наличную. Так что тут, как говорится... Да нет, так что такое кредитование? Это доверие. Слово кредит переводится как доверие. Соответственно, чем больше в стране доверия, тем лучше экономика, тем свободнее люди могут распоряжаться своими будущими доходами, а не настоящими. Правильно. Поэтому закредитованность – это признак процветания. Загляните в мой кошелек, там где-то штук 5-6 кредитных карт, ну и доллар, наверное, 50-100 только кеши. Все, больше у меня их нет. Я не ношу с собой. Оно мне не нужно. А сколько, например, этот можно подтвердить? Взять, например, или дом там. Ну что угодно. Какой процент? В Чикаго можно бесплатно взять, что это город банкрот. О, не в Чикаго, а в Детройте, господи. В моем городе, где я живу, дома меньше миллиона не стоит. Я тоже в богатом районе живу. Ну да, у меня то же самое. У меня сейчас дом стоит где-то 2 миллиона 1, а второй где-то 700 тысяч. Он немножечко подальше. Это какие цены. А под какой процент кредиты, например, дают там? И какие условия, чтобы получить кредит, например, именно вот в банке где-нибудь в США? Ну, вот государственное кредитование. Государство кредитует банки, да? И оно дает банкам деньги взаимы, скажем, там под процент какой-то. Вот. Когда вы покупаете себе дом, вы обращаетесь в банк или там моргидж компании, они делают вам моргидж. Они говорят, что у вас будет какой-то там процент. Ты скажешь, что такое моргидж? Это заем в банке. Это ипотека? По-русски, да, это ипотека. Вот. Вы туда приходите, ну, вы должны предоставить все документы, которые, то, что у вас какие-то имущества есть, какие-то денежные сбережения есть, вот где-то вы работаете и так дальше все. Вы предоставляете в эту компанию все свои эти документы, и они говорят, что мы можем вам дать на такую-то сумму кредит, да, эту самую ипотеку, и под такой-то процент. Вот. Ну, когда вы потом взяли этот самый кредит, вы купили себе дом, вы можете, там, скажем, через полгода перефинансировать. Вы можете пойти в другой банк или же в этот банк и спросить, какой у вас сегодня процент. Если процент вас устраивает, значит, вы можете перефинансировать. Опять же, дать такие же самые документы, которые есть, вот. Они рассмотрят и дадут поменьше процента. Это у меня было два года назад. Я тоже самое перефинансировал свой дом. У меня был, кажется, около... Я поймал процент на два с половиной, на 15 лет. Я перефинансировал, и все. Ты расскажи, как это перефинансировать, насколько это просто. Это... Сейчас расскажу. Приходите в любую маркетинг-компанию или в банк, да. Ну, я давно уже с одним брокером работаю. Я ему позвонил и говорю, что когда будет такой процент, вот два с половиной, я готов перефинансироваться. Он ищет, он ищет какой-то банк и так дальше, и все. Потом говорит, все, есть. Присылает бумаги. А бумаги какие? То есть я должен предоставить ему за последние два года такс-ретен. То есть я показываю, сколько я заработал за год, вот, сколько таксов заплатил, и так дальше. Ну, за последние два года и три-четыре мои пейстаба. То есть настоящая работа дают мне вот эти самые, не чеки, то есть они пишут, как чеки, чеки не сразу на аккаунт идут. Деньги. А это типа пейстаба, это как описание, сколько я получил, сколько заработал, сколько таксов заплатил и так дальше. То есть это подтверждает того, что я работаю и то, что за последние два-три года, скажем там, я работал, платил такс и так дальше, и так дальше. Ну, и потом предоставляю, какое у меня имущество. То есть у меня имеется дом, два дома, там какие-то машины, сколько у меня на кредите есть, вот на карточках денег есть, сколько я должен и так дальше. Я предоставлю всю информацию, и все, и буквально за, наверное, может две недели закрываться. то есть мы приходим, они уже распечатали все бумаги, я просто пересмотрел, подписал и все. Хорошо, значит миф можно считать подтвержденным. То есть действительно в аренду большинство в кредит живет, то есть там налички практически не увидишь. Или это проблемой ключевой фактор? Большинство живет, я бы не сказал бы это, в зависимости от района. Вот, в богатых районах обычно люди живут в своих домах, но тут имения, большие, огромнейшие имения, тут такие, так что никто их издавать не будет. Это испокон веков, из поколения в поколение передаются те имения, они не продаются даже. Ну понятно, какой процент бы вы примерно оценили, сколько людей живут в своих домах, а сколько в арендованных? Ну это очень сложно сказать, в основном арендованные студенты приезжают в Бостон, это же в основном только университеты, да, в основном студенты или там приезжие, или которые начинающие, молодые семьи, вот они снимают первое время, а потом они сразу пытаются купить свою, это собственность какую-то. Вот у меня сын недавно женился, три года, четыре года назад. И год назад он купил себе дом, он эти три года снимал квартиру, вот несколько квартир, он в Сиэтле живет, в Белвью жил эти самые три года, а потом тогда возле Белвью, он там купил себе дом. Понятно. Такая история для всех. Тогда перейдем к следующему мифу, пятому по счету. Уровень преступности очень высокий в США, он зашкаливает и на улицах небезопасно. То есть, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, это тоже опять от района зависит. Вот у меня преступности нету, да, вот в моем районе. Почему? Потому что, ну, когда я плачу своему городу, да, но это не город, это не такой город, как у вас, это, бург, как район, да. Муниципалитет. такое небольшое, но это считается там таун, считается, да. Вот, я когда плачу, вот, из этих средств, то есть, я плачу налог на недвижимость этому городу. Вот, каждый год меня за дом снимают где-то около 12 тысяч налогов. Ну, эти деньги идут уже что, на что, на школу, на полицию и так дальше. И полиция постоянно шляется взад-перед, конечно, и они уже знают все подозрительные личности, все они уже, наверное, все местное население прекрасно знают и все, то есть, они выгоняют. А есть такие бедные районы, ну, в основном черные, да, будем говорить так, да, там стреляют очень много, часто стреляют и все. Ну, очень бывает так, что какие-то там два карминалитета где-то встретятся на дороге там или где-то в магазине, повздорят и друг друга постреляют. Ну, это сплошь и рядом. Хорошо, что там? Я узнаю по последнее, скажем, за месяц, ну, наверное, то, что по радио услышал, там 2-3 человека было убито. У меня есть статистика, я особо много говорить не буду, значит, убийств, например, в России совершается в 6 раз меньше, чем в Америке, примерно, да, и огнестрельных убийств в России совершаются примерно в полтора раза больше, чем в Америке. Причем в Америке, ну, вообще убийств по статистике в 3 раза больше, но так как население в 2 раза больше, то я умножил на 2, получилось 6. короче, убийств в 3 раза больше в России, и огнестрельных убийств в полтора раза, в 1.3, по-моему, больше, при том, что в Америке разрешено оружие, а в России оно запрещено. Вот и сравнивайте уровень преступности. Ну да, короче, чат для всех. Ой, ее долго искать, ну, могу, конечно, попробовать, но не сегодня, скажем так. Ну, хорошо потом. Некоторых видов преступлений вообще нету. Например, вы не увидите драк практически, очень редко. Это я за 4 года видел одну легкую-легкую драку, кто-то там прихлопнул бомжа, там, то ли слегка ударил, то ли оттолкнул, и все машины на перекрестке стали бибикать этому чуваку. И тот, наверное, приезжий, наверное. То есть, какой-то дядька солидный, да, вполне возможно. То есть, некоторых видов преступлений в США практически не существует, потому что тяжелое законодательство. Вот за драку, да, вот у нас в Калифорнии, можно угодить минимум на полгода в тюрьму. Это замахнулся, если на человека. А если в присутствии людей уже двушечка. В присутствии детей вообще тебе такого повесит. Чего ты даже не подозревал. Вот. Вот такая вот история. Ну, я считаю, что у нас даже и поздоров к этому нету. Мы даже не хотим это. Зачем? С кем-то ссориться? Не, ну вот, смотри, Айсман, ты говоришь, там, гетто, а я, например, как только приехал, я не знал этого всего. Я ночью спокойно гулял по самому жуткому гетто Калифорнии, который называется железный треугольник. Вообще ноль, ноль преступности. По ночам я ходил гулять, но я привык к европейской жизни ночной, понимаете? Меня потом предупредили, что не надо этого делать. Ну, да, да, это тоже правда. Мы тоже, когда только приехали, мы ходили, то есть пытались в первое время ходить пешком. То есть общественный транспорт, пожалуйста, садись, идти домой себе и все. Вот, но мы пытались пойти пешком, то есть поузнавать города, улицы и все остальное. То есть нормально, безопасно там, да? Проходили? Да, да, без проблем, да. Просто знаешь, в фильмах, как показывают, там садишься в автобус, а там сидит банда афроамериканцев, сразу ножики выкидные достают. Иди сюда, там белый, сейчас мы покажем, что фабрика грез. То есть все это мифы, это чушь, ничего подобного нет. Потому что они только фильмы насмотрелись и потом делать заключение по этим фильмам. А фильмы сами знаете. А как вы оцениваете работу полиции в США? То есть как они не придираются? То есть у нас в Беларуси милицейский беспредел, но это прямо, то есть можно сказать вот сейчас. Как вы оцениваете то, что в США, как полиция работает? Насколько профессионально, вот с чем вы сталкивались? Насколько они совершают ли какие-то нарушения серьезные, пристают там к людям, то есть пытаются как-то, не знаю, навязать людей, обвинить не необоснованно. То есть что вы такое? Ну, по очереди по очереди. Ну, давай, скажи, скажу. За это я не знаю, чтобы они необоснованно приставали к кому-то. А в первое время, когда я приехал, да, ну, там были несколько остановок полицейских, то есть там превышение скорости, какой-то знак нарушил все. А вот последние лет, лет, наверное, 15, я не видел ни одного полиции, то есть у меня никто не останавливал. Видите, то я их видел, потому что я вот езжу каждую ночь езжу на рыбалку, вот, но я вижу полицейский, с этой там скорость измеряет и так дальше. Если вы едете, скажем, там скорость 50 миль, часа, вы едете 55, вас никто не остановит. А пешие патрули, то есть вот ты по улице идешь, где-нибудь к тебе могут подойти полицейские, сказать, там документы твои покажи. А вы знаете, что я давно пеших патрулей не видел, я как-то видел в Нью-Йорке, а в Бостоне никогда не видел. Ну, или может машина. То есть ты идешь, и тут машина останавливается, выходит полицейский, давай-ка сюда, покажи-ка документы, ты вообще кто такой. И такого не бывает. Ни один полицейский на это не пойдет, потому что он сразу угодит в тюрьму. Та же самая, такой простой смертный. То есть если есть какие-то дискриминации, то ты думаешь к черному патрулью? Ничего этого нету. Имеется повод для остановки, он тебя остановит. Если повода нету, все. Нет, просто есть. Ну, ты знаешь, вся вот эта волна насчет там Фергюсона, насчет того, что чернокожих притесняют, белые полицейские, убивают их там безнаказанно. Ни за что буквально. Им там что-то показалось, они выстрелили, все, то есть вот об этом что-то слышал, что-нибудь. Я бы сказал бы так, что там обе стороны виноваты. Полицейский превысил свои полномочия, я думаю, а то, что там был повод для остановки этого черного, да, это быстрее все же так, потому что у нас без остановки, то есть без повода никто никого не останавливает, не арестовывает. Бывает такое дело, что когда останавливают автомобиль, там, скажем, за превышение скорости или какое-то нарушение правил дорожного движения, и там молодежь сидят и услышали запах, скажем, там травки, да, или еще еще любое такое, тогда он вызывает подмогу и все, их начинает там сразу, ну, не арестовывать, все, потому что должны быть основания для ареста. Вот, они их выводят с машины, и все там, вот, ну, и разбирается, что, чем-то, как там, то, как в состоянии. Но сейчас уже марихуана легализована, так что это уже без проблем. А по поводу травки, интересно, там, когда во всех штатах будут легализовывать, когда я как-то... Все это давно, уже года два назад, а в Бостоне, кажется, в прошлом месяце легализовали уже, то есть, выращивать было еще два года назад, было легализовано, а курить, пожалуйста, легализовали. Вы приходите в магазин, вот себе, покупаете себе эту травку, и все. Ну, как магазин, там, кто-то там выращивает эту марихуану, да, вот, ну, и продаете. Естественно, что у нас от этого такса платят, и все остальное под контроль. А как быть с тем, что травка и за рулем, например, то есть, если с алкоголем, понятно, отдохнул в трубку, пьяный, там, превышен определенный уровень, все, давай, там, плати штраф, тебя права забирают. А как с травкой быть? То есть, обкуренный наркоман едет на машине, это вот как, нормально там или как? Это же тоже в правилах описано, что... Тоже? Под инфекционный закон? Конечно, нельзя, так же сам под алкоголем, да, он тебе услышал запах травки, все, сразу на экспертизу и все. То есть, достаточно просто, что запах травки или что такое, и все сразу экспертиза. Он сразу делает экспертизу, да. У них же есть приборы, у этих полицейских все, то есть, сразу дышишь туда и все, вот, хочешь, не хочешь, тогда он вызывает другой патрульный экипаж и те занимаются этим человеком. Но ты держишься у вас жестко, как... У нас, значит, во-первых, полицейский, это просто гражданин, нет законов, там, которые как-то выделяют, отделяют полицейство от гражданина. Да, то есть, когда полицейский выступает в суде, он выступает не как полицейский, а как гражданин. То есть, нет такого, за убийство полицейского там 15 лет, а за убийство простого гражданина 5 лет. Ну, например, да. У нас даже смертную казнь дают за убийство полицейского. То есть, нету статей, выделяющих полицейских. Это раз. Во-вторых, полиции, нету МВД в Америке. То есть полицейских нанимает муниципалитет, город. Правильно, да. Их работу координирует шериф. Шериф – это начальник РУВД. То есть есть такие политические субъекты под названием Канти. То есть Канти – это район примерно по российским меркам. Графство, да. Ну, графство, да, это пошло из Англии, да, графство. Ну, район, примерно это уровень района. То есть начальник РУВД, он же шериф, он даже не является начальником полиции. Он просто их, ну, как бы полуначальник, скажем так. А реальный начальник – это жители полицейского, это жители города, муниципалитета, потому что они платят налоги в муниципалитет. И муниципалитет учреждает полицейский участок. И уже полицейский участок нанимает в порядке по объявлению, даже иногда на улице объявление, там можно увидеть. В наш полицейский участок требуется там два полицейских, приходите. А полицейские академии, они, в свою очередь, частные. То есть ты можешь отучиться в полицейской академии любой желающий и ходишь, ищешь себе по городам работу. То есть ты обычный гражданин, просто который делает работу полицейского. Что касается задержаний, значит, у всех сейчас полицейских видеонаблюдения. Ну, то есть они уже, так сказать, контролируемы очень сильно. Без причины не имеешь права обращаться к гражданину. То есть ко мне обращались за 4 года где-то раза 3. У них, значит, есть уловка такая. Они могут тебя спросить по делу что-нибудь. Например, я один раз сидел, курил ночью на поребрике. Ну, выглядел подозрительно, согласен. Ко мне подъехал шериф лично, наш местный, и спросил. Слышь, ты не видел тут двух черных, мужчину и женщину? Я говорю, не, не видел. И он дальше поехал. Он просто со мной вступил в контакт и проверил, что я тут делаю и зачем на его территории. А на следующий день я пошел в парк гулять. И выяснилось, что действительно вечером этого дня прынули тетку ножом наркомана, отняли у нее мобильник там и кольцо какое-то золотое. Ну, не сильно прыгнули так, запугивающе, ткнули. То есть, если я пойду к шерифу и скажу, что у вас тут полицейский меня ночью остановил, то полицейский спросит, что я его остановил, ну, не остановил, спросил, обратился. Он скажет, что я к нему обратился по делу по поводу двух черных. То есть, они как бы вот так с умом, они могут обращаться без причин. Ну, а на дороге, естественно, если ты едешь, ничего не нарушаешь, то, конечно, никто тебя не остановит. То есть, люди по 10, по 20 лет тут живут, и их ни разу гаишник не остановил. Но теоретически они могут остановить за лампочку, если там вздумаешь по рядам гулять. То есть, могут остановить, проверить, да. Ну, если будешь по рядам гулять, так сразу штраф получишь. Они, я просто разговаривал с гаишником, у меня есть знакомый, он говорит, что единственная причина, по которой останавливаю, это гуляние по рядам. То есть, он мне говорит, если ты пьяный и едешь, никогда не перестраивайся. Спокойненько едь и спокойненько доедешь. Превышай скорость, и все, тебя никто не тронет абсолютно. Ну, тоже пол Америки пьет и садится за руль и едут. Да-да, вот это серьезная проблема. Пьянство за рулем я очень боюсь, очень боюсь. Все пьет, все садятся за руль. Дело в том, что здесь в Америке не так много пьют. Если они там выпить какой-то бокал шампанского или там бокал вина. Слушай, Айсман, я лично, Айсман, пьют как лошади и садятся за руль. Я был музыкантом первое время и выступал по всяким городишкам. С бутылкой водки во лбу доползают до машины и едут куда-то в ночи. Бывает, бывает, да. Едут ровно, то есть как только неровно едешь, тебя могут сразу же прихватить. Причем делается это так. Просто те, кто с тобой рядом едут, они позвонят 911 и скажут, чувак пьяный. И тебя через минуту прихватывают. Так что очень опасно, с другой стороны. Не стучат, а сообщают. Стучат это в России, где тюремная культура. А тут сообщают на благо общества. Проскультурные люди. А вы сами подумайте, что если пьяно тебя врежется, пострадаешь-то ты? Да, да. Из-за какого-то идиота, ты можешь потерять, скажем, свою жизнь. Или жизнь своего родственника или того человека, который с тобой едет. Понимаешь? И просто не сообщите об этом. Это тоже самое. Да, ДТП очень... Вот, кстати, о преступности. Характер ДТП очень разный. То есть таких средненьких ДТП нет. Если бы очень маленький, кто-то кого-то на парковке задел, поцарапал. Либо со смертями и пожарами. И поэтому люди сообщают. Как правило, это пьяные виноваты в этих жутких по 5-10 машин. Вот у нас один наш стримчанин с нашего канала, Дима из Чикаго. Вот он недавно погиб. Он не пьянствовал, просто он, скорее всего, заснул. Я один раз ездил тут в Лос-Анджелес. Значит, передо мной ехал трак. Ну, мужик. Нормально ехал, все, я за ним строился. А потом уже на подъезде он стал вихлять из ряда в ряд. Я позвонил, потому что он мог засыпать за рулем тоже. Конечно, он сейчас засыпает. Так что, если вы подумаете немножечко по-другому, вы поймете это. Раньше, да, я тоже самое. Я считал, что это стукачество, и все, сейчас уже нет. Я так не считаю. Хорошо, тогда переходим к следующему мифу. Нет, 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 нет. Вот мы же не закончили вопрос. Не раскрыли тему до конца. Ну, а что, например, вы не раскрыли? Все, играть. Про смертность скопов очень большая. Это правда или нет? А, да, 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 точно. Прошу прощения. Значит, тут есть культура пострелять в копов. И в них действительно очень часто стреляют. Я не знаю, это какая-то местная, видать, криминальная культура. И поэтому полицейские очень осторожны. Это, кстати, одна из причин, почему гаишники очень редко останавливают машины. Потому что это самая частая херня. Человека останавливают. Значит, по какой-то причине офицер подходит к окну и в него стреляют. Я не знаю, развлечение у них такое или что. Значит, далее. Афроамериканцы, к сожалению, у них культурная и расовая особенность. Они агрессивны и склонны решать свои проблемы агрессии. Вербальной агрессии, физической агрессии. И, к сожалению, они набрасываются на полицейских. Трогают их руками. Короче, а у полицейских очень жесткий алгоритм. Если человек не выполняет на второй раз твоих требований, то ты имеешь право его пристрелить. То есть все по закону, и все об этом законе осведомлены. Поэтому, если тебя остановил полицейский, руки вверх и не дергайся. Все. То есть выполняешь приказы. Если ты не понимаешь английского, надо сказать, что ты не понимаешь английского. Потому что в полицейских очень часто стреляют. К сожалению, реальность такова. Я у себя в штате никогда это не видел. И там в Нью-Хемпшире, и в Вермонте. Вот здесь вокруг эти штаты. А на юге, особенно в Атланте, там вот Саус-Каролайна. В основном Атланта. Это бандитский такой штат. Вот там, да. Тут у нас даже курьезный случай. Парнишку, который наркотиками торговал. Это потом было заказано. Значит, прихватили, руки вверх, а у него мобильник в руках держал. У него от испуга, значит, с самого верха мобильник выскочил из рук. И он опустил руки и его подхватил. 8 пуль сразу же получил. То есть, полицейский не знает, зачем ты руку вниз опустил. За пистолетом, который у тебя в штанах. Или мобильник поймать. И у них, я еще раз повторяю, у них видеонаблюдение сейчас. То есть, претензий к ним нет. Ну, в зависимости от того, если он нарушил какой-то. Если полицейский виноват, конечно, видеонаблюдение покажет. Конечно. Парнишки всякие бывают. Но в основном и честные, в основном. И без повода никогда тебя не остановит. Шипки везде бывают. Все в рамках закона. Опять же, любой гражданин может в любой момент пожаловаться полицейскому и шерифу, и журналистам, и в суд напрямую может пожаловаться. То есть, ветви власти работают так, что полицейских не слышно и не видно. Но когда совершается что-то не то, полицейский, как черт из табакерки, появляется откуда ни возьмись. Сто раз наблюдал. Если вы помните, что у нас, когда марафон был в Бостоне, в 2013 году. Да, там взрыв был. Да, да, два взрыва было. Сук туда полицейских наехал. Сразу там, громко говорите, сидите дома, никуда не выходите, ничего. Они блокировали полностью весь город. Огромнейший город блокировали. Ну, не из других штатов. Понаезжали туда и все. Ну, искали, искали очень долго. Искали это. Ну, во всем обвинили Царнаевых. Но, как ты оцениваешь, это действительно они взорвали? Есть версия просто, что это постановка, какая-то провокация властей. То есть, ну, такая, эскарологическая версия. Ну, в первое время я считал, что Царнаевых тут ни при чем. То есть, я не думал, что этот пацан, который там 18 лет, он уже умел эти сковородки делать, которые под бомбой и так дальше. Он уже такой профессионал был в стрельбе и так дальше. Я не думаю. Я думаю, что они повесили на него собак очень много. Брат и был виноват в чем-то. А Минси навряд ли. Я сомневаюсь. И у меня до сих пор такая мысль в голове. Да нет. Этой власти, еще раз повторяю, слаженно работают. С плюс свободы слова и так далее. То есть, если бы полицейские или там какие-то спецслужбы были бы несправедливы к Царнаеву, это все было бы раздуто через пять минут буквально журналистами, ФБРовцами и прочими правозащитными организациями. И им было бы не сдобровать, просто если бы они оклеветали Царнаеву. Они до сих пор там идут в судебную разбирательность по поводу этого. А вот когда это само происходило, очень много было доказательств, что меньше брат, как раз он не был вовлечен совсем ни во что. То есть, он просто ехал со старшим братом. В погоне и все. То есть, естественно, что испугался так. Но старшего брата убили-то даже полицейские. Вот, а этот за машину поехал. Понятно, вот, типа, вот этого было. То есть, то, что я видел по телевизору, да, вот, и то, что я понимал, вот, ну, так вот оно случилось. А то, что он стрелял, навряд ли никто не мог доказать, что его отпечатки пальцем на каком-то оружии были, что он и стрелял, что он эти сковородки бросал. До сих пор идут суды, вот, все, вот, ну. И так, как же, он же в ячейку входил, там казахи были какие-то террористы. Подвинем, рисовался. Итоги мифа, то есть, вот, что можете сказать по поводу того, что в США высокая преступность? В США по статистике низкая преступность относительно России и Беларусь. Так, да. Ну, я давно уехал из Украины, да, это в 94-м году уехал. Ну, тогда была преступность. Ого-го. Просто идешь по дороге, вот, и ты видишь, там труп валяется, там валяется труп. Ну, да, еще важный показатель раскрываемость. Глеб Жеглов нам советовал на раскрываемость обращать внимание. И раскрываемость преступлений в Америке в 4 раза выше, чем в России. Да, почти все преступления не раскрываются. Почти все. 100% нет, конечно, но почти все. Хорошо, тогда переходим к шестому мифу. По поводу митингов я хотел вас спросить. У вас возможно такое, что, к примеру, люди придут на митинг, а их будут похищать люди в гражданском и возить в неизвестные места потом? Нет, если в Америке если тебя возят в неизвестное место, ты имеешь право достать пистолет и пристрелить этого человека. Так же прохожие могут это сделать. То есть, это нереально. Ну, как у нас. Вот, допустим, показывают документы какой-то чувак в гражданском, ну, типа мент, и потом тебя в австазак. То есть, ты потом, там у вас можно его пристрелить, по сути, да, если он тебе так пристанет? Да, да, конечно. Достаешь пистолет, предупреждаешь, стреляешь. Ну, давайте говорить прямо. Если вы выходите на митинги, ни одного полицейского в округе не будет. Может, они где-то будут из-за угла наблюдать, так что там порядок соблюдался и все. Ни один не подойдет к вам ничего. То есть, если вы на митинги, пожалуйста, бастуйте. Это ваше право, это конституционное право. Никто не имеет права прерывать ваши действия. Хозяева территории имеют право, если вы на частной территории это право идти. А что касается... Ну, ну, как же вы будете начать? Ну, на муниципальные, например. Теоретически вас могут попросить отойти в сторонку. Такого не было. Я знаю, что я только приехал, да, это был 94-й год, где-то в 95-м году был такая вот, ну, типа, да, типа забастовки, да. Там у нас сквер такой был, и городские власти решили продать его, построить там большой многоэтажный квартирный такой вот дом. И местные жители вышли просто на забастовку. Там, наверное, человек, наверное, 10-15 было, да. Вот они с плакатами ходили, несколько часов походили, походили, и все, на следующий день все эти решения были отменены, все. Парк до сих пор стоит. Просто среди ватников существует такой миф, что в США, в Европе там разгоняют буквально везде. Стоит тебе только выйти по любому поводу что-то слово сказать, тут же тебя копы, обвешанные там броней, с оружием, накинутся на тебя и забьют, там посадят в тюрьму на много лет. И, в общем, ты не можешь и слова сказать. То есть вот к чему это. Теоретически, да, вам могут попросить куда-то убраться, если эта территория частная, ему не заполевальная. Если вы какое-то совершаете правонарушение, допустим, препятствуете проходу прохожих, допустим, вы протестуете, поставили палатку на тротуале, и все вас должны обходить и вас могут попросить теоретически. А если вы стоите с плакатиками на публичном пространстве, не проблема. Не имею права, это антиконституционно. Что, если вы хотите, вы можете Google Play, Google Map открыть и зайти там, где Белый дом. Перед самым Белым домом постоянно идут манифестации, и тогда же все голосуют, там стоят и палатки, люди там живут. Только Белый дом это Federal District, это государственная земля, а не муниципальная. Муниципальная. Муниципальная это получастная собственность, муниципальная вас могут попросить, а Белый дом не может, потому что это государственная земля. Хорошо, тогда переходим к следующему мифу, шестому большинство американцев отрицательно относятся к России и русским. Тоже такой миф есть, Киселев его любит тиражировать, что там все, если ты скажешь, что русские, там такие все, а, русские там враги, ну потому что СМИ американские раздувают эту антирусскую истерию. То есть ненависть там такая, прям как во времена какого-нибудь, не знаю, маккартизма, там, 50-х годах. То есть что об этом мифе можете сказать? Действительно ли есть ненависть к русским? Это просто противозаконно. То есть за ненависть к русским можно на год в тюрьму попасть. То есть этого сложно наблюдать. Теоретически какой-нибудь американец может тебе сказать аккуратно, вежливо, что он не любит русских, потому что, допустим, они плохо одеваются. Ну, это теоретически можно услышать, но то, о чем вы сказали, это противозаконно. Ну, я, например, скажу, что я тоже сейчас не люблю русских, перестал любить русских, когда они пришли, ограбили Украину и Грузию, ограбили, да, вот, поубивали. Большое количество народа поубивали там и там. Это самое, радоваться. Политические заявления вы можете сделать. Допустим, я не люблю российское государство в связи с тем, и русских в целом, в связи с тем, что они напали в Украину. Но сказать русскому, что я тебя не люблю, потому что ты русский, или сказать, что я не люблю русских, потому что они русские, вот это уже криминал. Но это глупо, конечно. Я просто их не люблю из-за того, что они тупые. Самые настоящие бараны, они идут, опять же, зато у Путина голосует. Они не понимают, что это такое. посторожнее, товарищи, это расизм. То есть, как я вижу, самое главное русофобы в Америке, это как раз русские, которые в Америку уехали из России. Конечно, конечно. Посторожнее с расизмом. Как говорится, рыбак рыбака ненавидит наверняка. За рыбака так это нельзя такое сказать. Рыбаки наоборот, очень приветливые, дружные. Не дай бог, не дай бог, какой русский на вас репорт нет, что вы ненавидите русских. Ну, у меня есть причина. Знаете, что захватили территорию. В Америке все равны, понимаете. Вот, пожалуйста, езжайте в Украину и там ненавидите. А в Америке нельзя ненавидеться. Каждый человек это человек и каждому человеку свойственны какие-то чувства. Это каким бы ты законам его и не дальше. Чувства все равно останутся. Видите, вон батька себя там в Беларуси в свое время, когда люди вышли и начали хлопать в ладоши. Он тоже запретил хлопанье в ладоши. Да, хотя особых оснований на это вообще нет. То есть и закона никакого. можно, пожалуйста, хлопать. Но тут так нельзя. это чувство. Кажется, укажет свое чувство, он хлопает, почему бы и нет. Ну, тут вообще много чего нельзя. Вот я наблюдал 3 июля, когда в День Независимости вышли на митинг. Люди, буквально несколько человек, там, да, человек 30 каких-нибудь, достали плакаты совершенно, так сказать, антифашистского содержания, то есть праздник освобождения Беларуси, освобождения Минска от фашизма, развернули плакаты, их тут же скрутили и увели. За что? Потому что, потому что. Люди в гражданском. Да, люди в гражданском. Без формы, то есть милиционеры, без опознавательных знаков, которые не представляются, ни по каким требованиям документы не достают, то есть ведут себя как бандиты. Кто они? Откуда они? Вообще, может это просто бандиты? Хватают в гражданские автомобили, не только в автозаки, но и в гражданские автомобили. сажают в автобусы в какие-то и увозят неизвестно куда. И это нормально. И никого не накажут. Ну вот, а теперь хорошее заключение по этому поводу. Итак, по вопросу с русофобией, то есть такой открытый русофобии никакой нет, да? То есть, если ты скажешь, что ты русский, тебе в морду за это не дадут. Наоборот, у тебя улыбнулся, скажут какой-то хороший, и что я знаю пару слов по-русски, или я был в России. А так знаете, если Киселева послушать, то такое ощущение, что ты идешь, только подслушиваешь, что ты говоришь по-русски, тут сразу прибежит толпа, будет вокруг тебя плясать и кричать «Фак Рашенс! Фак Рашенс!» Там такое что-нибудь. Нет, 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 американцы очень приветливые, гостеприимные и по расовому, национальному и прочему признаку здесь какое-либо преследование не то, что я не приветствую. Да, этого такого нет. Тут никто не говорит, что там русские, армянин, грузины, украинцы, тут все русские. Ну да, страна иммигрантов, поэтому о чем здесь можно говорить? Политические заявления можно делать. Я ненавижу руссиян, потому что они там напали. Путинский режим. Это не проблема. Хорошо, тогда седьмой вопрос. Американцы большие милитаристы и поддерживают боевые действия и перевороты, которые инициируют США, то есть и войны там во всем мире, в других странах. То есть вот как к этому относятся американцы? Вот США содержат там около 830, наверное, военных баз по всему миру. Они там участвуют во многих переворотах. То есть как население к этому относится? Вот в России прям лютый патриотизм. Нагнули там хохлов, захватили Крым. Прямо россияне горды, то есть у самих там больницы разрушены, дороги разбиты, но зато мы Крым отжали. А как американцы относятся к таким вопросам? Ну я вам скажу, вы знаете, что на Окинаве до сих пор стоит военная база, да, в Японии, американская. И японцы ее финансируют, они не хотят, чтобы американцы оттуда уходили. Время было построено тоже военная база Южной Кореи, построила для того, чтобы Соединенные Штаты защитили от Северной Кореи. Вот. Ну что, американцы отжали часть Японии себе на Корее. Ну давайте посмотрим, может из кусок Ирака или нефть ушла Америки, когда была война. То не отжали. Они наоборот не хотят любые территории. Вот это самое, сколько Пуэрто-Рико просилось в Америку. Вот все, да, они взяли под покровителей Соединенных Штатом, но это не штат. Вопрос в первую очередь. К отношению простого населения, то есть невоенных, к действиям США, к военным. То есть вот они в Ираке там, да, воюют, в Афганистане базы. Как, то есть народ это положительно, отрицательно оценивает? Вообще против войны, как это они делали раньше, как это была, ну, война воюет нами, все же бастовали. Много тысяч людей выходило в США, чтобы не было войны. Сейчас люди выходят на митинги такие. То есть тогда же война прократилась благодаря митингам таким. То есть в России, естественно, не будут бастовать против войны. Ну, такой менталитет. А в США? Ну, за бастовку я не видел. Конечно, очень много было недовольно народа, когда Соединенные Штаты начали действия в Ираке. То есть все считали, что Буш идиот, он пошел на попа-попа. Это самое. Там не было никаких фактов, то, что Ира, Иран, но Ирак. имел химическое оружие и он начал военные действия. То есть там очень много солдат погибло, американских. Вот, конечно, очень, тут до сих пор очень жалеет это самое. Вот, панихиду празднуют, по этим людям, вот те, которые коллеги, поприходили и все. А так, вы посмотрите, вот в любом городе, вот там, где живешь, вот напротив меня живет молодая пара. Они военнослужащие. Они себя служат там на базе, все, там раз или два раза в неделю приезжают на машине, в гражданке, и все. И они простые люди. Держат, всегда поддерживают. То есть большинство людей, ну, насколько я знаю, они вообще, как бы, к политике относятся так непосредственно. То есть обычно, чем богаче страна, тем меньше народ интересуется политикой. Не совсем так. Значит, Америка молодое государство, свободное, и люди в нем весьма политизированы и пассионарны, хотя бы по той причине, что государство не такое большое, как в фашистских государствах типа Беларуси, да, и очень много свободы. Люди сами решают, грубо говоря, свою судьбу. Вот. И поэтому население, в общем целом, политизировано. Вот. То есть люди решают свою судьбу на уровне муниципалитетов, на уровне школьных округов. Потом далее идет уровень Кантии, уровень штата, уровень федерации. Это касается выборов. Американцы очень политизированы, но, во-первых, у них, значит, свобода слова. Во-вторых, у них блестящая политическая культура дебатов, например. Да, посмотрите, как дебатировали сторонники Хиллари и Трампа. Казалось бы, люди должны ненавидеть и кидаться в другую помидорами. Но нет, они говорили всегда вежливо, спокойно, друг другу улыбались, выслушивали, не перебивали. То есть другая политическая культура политической борьбы. Далее, значит, по поводу агрессивной политики, значит, решение об агрессии, так называемой, в кавычках, да, принимает Конгресс, конгрессменов контролируют люди. Ну, что, когда была война в Ираке, можно было увидеть. Увидеть, что вы не договорили. Наклейки на машинах, половина машин была, я поддерживаю нашу армию в Ираке, половина я против войны в Ираке. То есть, но вместе с тем, никто на гаечных ключах не дрался. Это политический процесс, было принято, политическое решение, конгрессмены это одобрили, демократическим путем все эти решения приняты. Но, в целом, американцы, да, политизированы, и патриотизм просто зашкаливает в Америке. Но он не несет такой, знаете, злокачественной окраски, как в России или там в Белоруссии. Уровень патриотизма очень высокий. Ну и, я так понимаю, что за такую страну можно и порвать рубаху, это не зазорно. За какую-нибудь там Россию или там третерых, я бы, например, не стал, это было бы позор, там, зихали кричать, там, вот такое все. Ну что, последнее, россияне уже на колени перед Путиным становятся. Вы же смотрите, правильно. На самом деле, этот миф об агрессивности и так далее, он основан на ложной политической пропаганде, да, то есть, допустим, все критикуют там нападение, допустим, США на Ливию, да, но когда начинаешь разбирать факты, выясняешь, что в Ливии уже давно, во-первых, Ливия искусственное государство, да, колониальное, постколониальное. В Ливии уже два года шла гражданская война и на Ливию первые напали всякие, Италия с Франциями. Америка напала на Ливию в самый-самый последний момент, в самый-самый последний вагон впрыгнула, понимаете, поэтому, причем тут Америка вообще не очень хорошо понятна. То же самое с Ираком, да, очень любят говорить, какие США плохие, напали на бедный Ирак, но все забывают, что, извините меня, Саддам Хусейн поливал газом свое население, он содержал концлагеря, он лично пытал и расстреливал заключенных, да, Саддам Хусейн, за что его все военные ненавидели и быстренько сдали из США, когда пришли. А в-третьих, извините меня, на Ирак напали 30 стран вместе с США, в том числе и Украина, между прочим. То есть, это была коалиция. То есть, ложь в Киселеву прежде всего, так сказать, ложь в фактах и в анализе политическом. Это соков фактов, манипуляция фактами. Хорошо, тогда переходим к следующему мифу. Вот тут уже человек говорил там про образование, все вот, как раз миф об этом. Известное утверждение Задорного, которое он любил раздувать, вот большинство американцев глупые, уровень образования очень низкий, ну по крайней мере там в разы ниже, чем в России. То есть, что об этом можете сказать? Образование в США и уровень образования людей окружающих. Мы же сейчас говорим через американские гаджеты, а не через российские, правильно? И через американский интернет, по американскому кабелю. Сидим сейчас все наверняка в американских джинсах. Любим ходить в американский Макдональдс. Ну, наверное, быть тупым хорошо. Ну, те, которые обучались в Советском Союзе, да, вы же помните, что у нас, какие предметы в основном, политэкономика, да, политика и так дальше. Потом это сильная математика, 2 плюс 2 равняется, дроби и так дальше, и так дальше. Кому это надо? Геометрия. Да, есть человек, он семипяди во лбу, он интереснейший, то есть, ну там сильный математик, да, он пойдет в себя в специализированное учебное заведение и получит то образование, которое он хочет. А зачем этому самому, скажем, там, какому-то пианисту и так дальше знать, что такое, как дроби умножаются или делятся? Ему это не надо. Америке образование, у них совсем другой принцип образования. Они в основном бизнесу, да, и мышлению, очень широкому мышлению, то есть, контакты между людьми и так дальше, толерантности, вот этого не больше, это самое. А потом, когда человек захочет просто, какой-то специализированный, это, пожалуйста, любые взял курсы, это очень-очень чуть-чуть, вот, и ты стал профессионалом. Вот, за медицину, да, говорите, плохое образование, смотрите, самые лучшие врачи, где находятся? Самое лучшее учебное заведение мира, Харвард, в Бостоне, да, самый лучший технический институт, институтов технологии, опять же здесь, почему-то, никто не говорит, что МГУ, там, самый лучший, там, или еще что-либо, такого, Бауманское училище, нет. И все, вот, скажем, 150 высших учебных заведений, самых лучших в мире, из них, на первых позициях, где-то 50-60 в Америке. Я бы сказал проще, США дает возможность жить тупому, и США дает право на тупость. Хочешь быть тупым, ну, сиди тупым, какие. Хочешь быть Нобелевским вуриатом, вот тебе, пожалуйста, колледжи, институты. Америка дает свободу, а кем хочешь, тем остановись, кроме преступника. Да, вот если вы рождены были, скажем, каким-то, вот, быть гуманитарем, тем же самым пианистом или скрипачем и так дальше, а вас будут всю жизнь пихать там какой-то наухой, техникой, там, какими там, вот автомобилями, двигателями и так дальше, все. Вы такой же будете специалист, вы сами понимаете. Поэтому там все выбирается, они выбирают то, что человек способен к чему-то. Но есть такие люди, которые не способны ни к чему, да, вот они идут в один колледж, ничего не получается, бросают другой, третий, четвертый, но потом просто идут выбор не меньше бизнеса, вот так трудятся, подрабатывать какие-то вот копейки, зарабатывать и все. Настроиться на профессионализме каком-то, вот, то есть они запихивают вам голову всякой ерундой, вот этот самый, политика, политэкономия, вот, то, что там у нас был научный, коммунизм, да, вот это самое, этого нету. Но то, что в России есть научный коммунизм, пожалуйста, пусть он изучает. Полночное знание. То есть, насколько я понимаю, этот миф родился за счет того, что многие люди получают, то есть более такое специализированное образование, то есть они смотрят, что им конкретно для их профессии нужно, а лишнее не изучают. И поэтому, например, какой-нибудь человек может не знать географию, то есть то, что у нас изучают в школе, то есть, ну как обязательные предметы, поэтому, например, спросить кого-нибудь, где там находится Швеция и какой-нибудь американца, он может сказать, извините, я не знаю, я это никогда не изучал. И поэтому у некоторых рождается такое, так сказать, впечатление, что они тупые, типа не знают там ни географии, ни истории. Просто человек не выбрал этот предмет, потому что он решил связать, например, свою карьеру там с медициной. И он живет в своей стране и не собирается никуда уезжать из США, например. Поэтому считают, что ему это не нужно. Ну, можно не так сказать. Американец на работе, он очень не тупой, потому что на работу тупых не верут. А когда он выходит с работы, он может быть хоть клоуном, хоть кем, он может вообще не напрягаться, где находится Швеция. Если ему по работе надо знать, где находится Швеция, он узнает, причем очень быстро. Самый первый узнает. Пошлет его туда, в командировку. Но тут о другом. Дело в том, что любое образование выше, чем школьное. Это уже платное. И каждый человек решает для себя, в какой колледж идти, на какую профессию и так дальше. И если человек то же самое, он очень технически грамотный человек и он любит технологии какие-то и так дальше, он будет технический уз. Он не будет изучать карту мира, где там находится Швеция или та же самая Албания. Его интересует другое. Стив Джобс, да, его интересовал компьютер. Хотя о компьютерах никто ничего не знал. То есть у него был какая-то идея, толкал, толкал, пока не сделал Apple. Да, только Стив Джобс, у него были родители богатые и он начинает когда компьютеры были только у очень богатых людей в очень богатых университетах. Даже не было. Компьютер не было. Он первый создал этот самый Mac, да, вот этот персональный компьютер. До того были эти самые, только мейнфреймы. Все только были, и все. А он создавал у себя же этот самый первый это не писет, а Mac Macintosh. В общем, да, хочешь быть тупым, будь, хочешь быть бомжом, становись. Я, кстати, вас, Айсман, хотел поправить, вы сказали у них очень нехорошее слово, бесплатное. Нет, школа, к сожалению, не бесплатная. Мы платим налоги и мы платим рент, или вы платите налог за землю, да, и эти деньги идут на оплату школы вашей местной, которая, как бы, бесплатная. А так, то есть приехать, там работать, где-то жить и за школу, например, если у тебя есть дети, тебе надо отдельно будет платить или просто... Да, можно, смотри, значит, система такая, либо ты платишь за рент или налог за землю из этих денег, отчисления на школу местную, локальную, муниципальную, либо ты нанимаешь себе частную школу, а тебе потом это прощают через налоги. то есть если ты ходишь в частную школу, в какую хочешь, там, как правило, это религиозные школы, католические, еврейские и так далее, то потом, когда ты оформляешь налоговую декларацию, тебе эти деньги возвращают. А нелегал, например, который официально у нас не так. И дело в том, что есть такая федеральная программа, что дети из бедных городов, они должны учиться тоже в хороших школах и так дальше. То есть я живу в богатом районе, у нас школа одна из самых лучших в Массачусетсе, вот, и из всех черных районов черных привозят автобусы в наши школы. Это социализм у вас. Привет, Хиллари, передайте. Да, да, да. Но это не Хиллари, это еще было до Хиллари, еще тут это самое. Но дело не в том, что когда мы приехали, у меня сын ходил, он только в среднюю школу ходил, до восьмого класса в паблик, а потом тогда мы отдали уже в частную школу, да, и мы этим платили около 50 тысяч в год, платили за него. Но никто ничего не возвращал нам налоги, потому что у нас доход был. Понятно. А вот смотри, если нелегал какой-нибудь, который официально нигде не работает, то есть он в Америке там находится, может быть, по каким-то причинам, и вот у него, например, семья там есть, то есть как он там будет платить за школу или ему будет... Он не будет платить, он не имеет документов каких-то для подтверждения его прав учиться в школе. То есть его даже не может... Немножко не так. Нелегал пойдет в тюрьму, да, за то, что нелегал, а его дети пойдут сначала в спецприемник для детей, а потом в приемную семью, и там уже они будут в школу ходить. Обязательно. Ну, хорошо, тогда переходим к следующему мифу. Следующий миф у нас про медицину. Медицина в США недоступна для большинства людей, только для относительно обеспеченных. То есть, ну, в смысле, она очень дорогая. Простой человек не может себе позволить и должен там прибегать к услугам шаманов каких-нибудь индейских или что-нибудь такое, как в Африке. То есть, что можете об этом сказать? Насколько медицина доступна? Для простого. Кастанеду читали, да, это правильный миф. Кастанеду прочитайте. Читал, да, несколько книг. Ну, там про, больше про Мексику, то есть, он с этим, с Доном Хуаном же в Мексике встречался. Дон Хуан же шаман, им нужно обращаться. Нет, это просто про Ганну, например, там просто нет врачей физически практически вообще, поэтому люди вынуждены обращаться к целителям и шаманам. А вот как насчет Америки? То есть, если поверить в адным мифам, то получается в США практически тоже. Обычный человек не может, потому что там прям такие цены на медицину, что вообще. Да, вот это не миф, это действительно правда. И далеко не все себе могут хороший уровень медицины позволить. Это верно. Потому что это дорогое удовольствие. Медицина, это не для бедных, в общем, современная медицина. Она стоит денег. Лекарства дорогие, там, инфраструктура медицинская дорогая, зарплаты надо людям платить. Но в общем и целом сдохнуть практически нереально. То есть, если вы, бомж, и вас нашли под забором там с чем-то, то вас вылечат за счет государственных программ, благотворительных программ. И счет не предъявит большой. Предъявит, но потом скостят. Сойдет благотворительную программу, допустим, католическая церковь, там, местная католическая церковь оплачивает операции там по излечению от рака. И просто им чек пришлют, а не оплатят. Допустим. Еще есть другое. То есть, они, эти платежи, то же самое, они пишут себе в убыток, и потом тогда списывают эти госпитера, списывают себя на таксах. На это. Кстати, да, да, да. Фактически государство оплачивает это самое неимущих людей в отличие. Фактически. То есть, это опять же, наши налоги. А страховки? Вот сколько стоят страховки? Какие там виды есть? Разные страховки, есть разные страховые компании, и каждая страховка в зависимости от разных услуг, а она назначает, сколько тебе это само платить. Вот, ну, есть там 5 долларов в месяц страховка, и потом, значит, окончая там 10-10 тысяч. Ты какой медикер, что ли, 20 долларов? Нет, есть у меня, вот есть знакомая парикмахерша, у нее очень низкий инком, она где-то около 25 делает, но она работает и все, и она какую-то нашла страховку. Ну, это медикер, это медикер, гайсман, это медикер. Я не знаю, я сам, я сам, очень большой, подписан, я плачу 37 долларов. Да, ну, может быть так вот, может быть и так. У меня две страховки, у меня, нормально, то есть, я за нормальную плачу 400 долларов в месяц, и еще 400 долларов в месяц платит мой работодатель, то есть, итого 800 долларов в месяц я отдаю на медицину за четверых человек. Ну, да, ну, будем решить приблизительно так вот и у меня, у меня супруга имеет страховку на меня, то есть, компания ее платит, по ней есть, вот, но я ее не брал, потому что у нее лучше, то есть, компания плачет 80%, а нам остается только 20% воплотить. и, конечно, и сервис, то есть, там, меньше дидактим был и так дальше, дальше, любые доктора посвящают, любые госпиталя, операции, и все. А вот, что вы можете сказать про пресловутые, вот это, Обамаке, который он там ввел, вот, которая пытается сейчас Trump отменить, что это вообще, для кого она предназначает? Это, то же самое, это сильно республиканцы раскричались, это, они кричат, Обамаке, а между прочим, это первое, внедрил Ромни в Массачусетсе, губернатором, это он навязал, Массачусетсу, вот, ну, и что-то дало, что очень, ну, все обязаны были иметь страховку, те, которые малоимущие, они были, у них, фрикея была, да, бесплатно давали им, в госпитале, к врачу, любому еще, и этот сам, этот бизнес, в госпитале, или врач частный, врач, он списывал это на таксах, вот, а потом приписали, почему-то, Обамакея, потому что Обамакея, вот это самовел, по всем штатам, понятно, то есть, суть Обамакея, каждый гражданин должен иметь страховку, те, у кого нет денег оплачивать, тем, значит, за счет бюджета, да, бесплатно, ну, ну, это так, это не совсем она так, вот, но те, которые не имеют страховку, да, при Обамакея, они обязаны были платить, кажется, 300 долларов в месяц, то, что они не имеют страховку штрафа, так среди он и так дальше, они он туда включает, сейчас это вроде бы отменили, вот это, я не знаю, у меня такого не было, вот у меня постоянно страховка есть, я не знаю за вот это, но это было такое. Хорошо, что еще по теме медицины? Республиканцы, республиканцы внедрили в штате Массачусетс, это был первый штат, который принудительное страхование. Да, лично я против всех этих абонентов, Обамакея против обязательного медицинского страхования и так далее. В общем, я выраженный антисоциалист, я считаю, что это все излишнее, и просто надо с помощью налогов и законов делать так, чтобы люди больше зарабатывали, во-первых, люди больше зарабатывали, меньше их грабить налогами, и в том числе меньше грабятся врачи, и благодаря конкуренции и отсутствию всех этих лицензий фашистских, да, то есть вот у нас в Калифорнии, я просто в медицине работаю, без лицензии пукнуть нельзя, вот нельзя. Хочешь, а надо сначала получить лицензию, а потом пукаешь сколько хочешь. И вот это повышает цену медицинского обслуживания очень сильно, ухудшает качество медицинского обслуживания и прочее, и прочее, вплотье у меня даже были такие случаи, когда я привозил в чемодане материалы из Германии, которые здесь не залицензированы, медицинского обслуживания. Понимаете? И тогда оно будет доступно. Проблема не в том, что есть какая-то программа или нет какой-то программы. Проблема в том, что Америку захватили социалисты, грабят население налогами, прессуют лицензиями, привозят каких-то темнокожих красавцев к себе в школу и так далее. То есть еще лет 10 и Америка будет таким же фашистским государством, как и Белоруссия, если мы не сплотимся и не остановим это дело вместе с Дональдом, нашим Трампом. Да, у нас с этим серьезная проблема. Сейчас этот налог на тунеядство, то есть в прямом виде он не прошел, но сейчас пытаются вот сделать так, что безработные, те, кто не работает, то есть не платит налоги с работы за своей, то есть они должны оплачивать дороже коммунальную, чем те, кто работает, непонятно с какого хрена они должны брать на это деньги. А в перспективе хотят сделать для них и платную медицину и дороже проезд в транспорте и там и много чего еще. Но пока речь не идет о платной медицине, но об этом говорят уже. Ну, нет, платная медицина это хорошо, вангую, просто пусть при этом государство перестанет обирать народ. Это дело, что принудительно платное, то есть не страховка, как здесь, а ты должен платить, даже если ты не пользуешься. Считайте, что это налог. Считайте, что это новый налог. Я считаю, что любой работник, любой человек, который работает и качественно работает, ну, собственно, это все мы, вполне может оплачивать себе и врача, и лекарства. Нужно просто перестанеть его грабить и перестать ему создавать в государстве невыносимые условия для бизнеса. И тогда, ну, это много врачей, услуг, материалы будут самые лучшие, все будет хорошо. И все будет доступно и бесплатно. И здесь дешево, дешево. Это все правда до того момента, пока они вышли на пенсию. Когда только вы выходите на пенсию, все, у вас начинаются опять те же самые трудности. Вот. А у вас пенсия будет довольно-таки маленькая. Вот. И за эту пенсию вы должны заплатить все налоги и так дальше, и так дальше все сервисы заплатить. У вас ничего не остается. Ну, правильно, налоги, то твое ключевое слово. Налоги же. Что такое налоги? Это грабеж. Это taxation и theft. Это грабеж. Ну, что мы шитье налогов и мне будет хватать деньги на медицину. Когда они строили для государства налоги, знаешь, знаете, какие были? Ну, были. Вот 0 до 5%. Нет, от 0, еще раз, в некоторых штатах налог был 0, до 5%. Расти налоги стали только после этого кризиса в 20-х годах. Все выше, выше, выше. Сейчас уже до 37 дошло. Когда расцвет Америки был безналоговый. Я бы сказал бы, что сразу начался это перед Второй иерой войной. Подняли очень большие налоги наложили на жителей и он до сих пор не отменен. И мы платим эти налоги. Это был военный сбор. Поздравляю. Привет, Хиллари. Ну, что, тогда можно перейти к следующему мифу. Так, у нас уже время потихоньку. итак, десятый миф у нас. Большинство американцев безоговорочно верят своим СМИ. То есть, киселевцы считают, вот, в России пропаганда промывает мозги, и в США точно так же смотрят CNN, там, CNBC какой-нибудь, и верят всему вот тому, что там несут этой чуши. как американцы, по-вашему, как они воспринимают государственные СМИ, новости, насколько они верят вообще телевидению? Фишка в том, что в Америке нет государственных СМИ, как бы точка. Ну, не то, чтобы государственные СМИ. Даже и фактические предприятия ничего, практически ничего такого нету. Там некоторые только оборонные предприятия, особенно какие-то там вот и все. Остальное все частная собственность. Насколько они, по-вашему, подвержены пропаганде вот этой? Вы имеете, нет, минуточку еще раз повторяю, все СМИ в Америке частные, частные. Соответственно, и есть вторая поправка в Конституции, или первая? А первая, первая в Конституции, в которой говорится о свободе слова. Соответственно, любой гражданин Америки, и не только Америки может приехать в Америку и открыть там свое СМИ и говорить все, что хочет. Вот сейчас высадились марсиане, там на дне нашли 100 тонн золота российского и так далее. Вот все, что хочешь, говори, если ты не оскорбляешь там чьи-то достоинства. Вот. Все. Не-не-не, речь именно вот о крупных СМИ, типа там CNN, вот таких, что народ смотрит вот эти вот телеканалы, именно не интернет, а которые вещают в телевизионной сети кабельной и верят вот этому. То есть вот как в России кисельку. Это их личные взаимоотношения. СМИ в рунка еще раз. Это ли это лично это взаимоотношение между покупателем и продавцом. То есть там нет такого, по CNN сказали, что Путин сейчас нападает, Россия там это зло и все тут же в подвал за оружием. Нет, нет. Я вам скажу, что я последний раз газету читал, наверное, лет 20 назад, да? Последний раз телевизор смотрел, наверное, года 4 или 5 назад. Я не смотрю его полностью. Он у меня есть и все. Я его не смотрю. Мне это неинтересно. То, что там кто-то тебя вжевывает и голову укладывает, мне это неинтересно. Если меня интересует какая-то информация, ее сразу же нахожу на интернете. У нас в городе имеются бесплатные газеты, вот все. Каждый четверг они нам ее приносят. И в четверг у нас мусор. Я сразу мусор бросаю и все. И это уже последние сколько там, 15-17 лет в этом доме я просто в мусор выбрасываю. Я просто не читаю. Причем газеты уже в Америке отмирают очень сильно. Уже их очень мало. И если вы посмотрите на паблик телевизион, никто это не смотрит уже. Там в основном, если смотрят только каналы, какие там, кто-то спорт смотрит, кто-то еще такие специализированные каналы. А вот такие политические мало кто смотрит. Если есть какие-то люди, которые интересуют только республиканцы или демократы, да, они будут свой смотреть канал, если они хотят. Быстрее все, что я думаю, что даже этого никто не смотрит. То есть такого, как в России и как пытаются там показать, что как во времена холодной войны семья собралась вокруг телевизора и смотрит, что по CNN в очередном выпуске там расскажет местный кисель. Такого-то есть там уже нет. В доме, в каждой комнате телевизор стоит и он давно пылью покрылся. У меня нет телевизора вообще. Смотрю телевизор, потому что у меня через Macintosh, через Apple TV я смотрю все по интернету, прямо на телевизор выдаю и все. Я выключаю, только не телевидение, а я смотрю просто как бы швы. То есть как монитор-то его используете. Более того, мы сейчас на нашем личном частном телевидении, оно называется Серый Код Стримы, у нас свое телевидение. Мы на нем сейчас все сидим, подписываемся, ставим лайки. Да, скажем, сейчас находят все в интернете, находят. Ну, то есть, понятно, здравомыслящие люди, как и везде. Ну, в интернете сейчас такой же контент по сути появляется как по ящику, но это можно видеть по ту информацию, которую упирают в этом Ютюбе в том же российском. Свобода слова, свобода слова. Есть официальные государственные пресс-конференции, допустим, есть пресс-секретарии у президентов и прочих госструктур. Вот это, да, СМИ могут их ретранслировать. Это официально. А то, что говорят частные СМИ с целью заработать деньги, это как бы не считается официальной информацией, понимаете. Вот Трамп там, допустим, выходит с утреса и с кафедры говорит, что мы там сейчас, допустим, будем нападать на самого Хусейна. Вот это серьезное заявление. А то, что там говорит СНН, это бабка Натрик сказала это не о чем. как Трамп сделал новый ПИД, да, информация. А как насчет подверженности населения влиянию, то есть СМИ, то есть где-то сказали и тут народ, как зомбаки, руками вперед вышли и нам надо сделать, что надо все. Народ не верит этому. Все критически. Как не верит, вы услышали, сами слушают. Вы услышали сообщение, вы можете все это сообщение обсудить с друзьями, уточнить, посмотреть соседнюю распределяю станцию. Например, СНН сказала глупость, да, в очередную. Ну, СНН это фальшивая, ложная средства массовой информации. Тут же пошел на Fox News, узнал правду. Если что-то не то, СНН сказала. То просто к чему я говорю такие, на самом деле, казалось бы, глупые вопросы. Мы же знаем, то есть вы, я думаю, тоже видели, когда в 2014 году была пропаганда, когда украинский конфликт был, то есть буквально по российским каналам вещали там «россиянин, иди поддержи, спаси русских в Донбассе», и люди реально брали в руки оружие, ехали в другую страну и убивали украинцев, то есть наслушавшись вот этой чушь и пропаганды, и считали, что они делают какое-то благое дело там защиту, защищают русских, там что-то такое. То есть люди верили, пропаганда зазомбировала многих, действительно. Ну, знаю, с чего, по российскому законодательству это было уголовное преступление, то, что делало российское телевидение, и я думаю, что когда в Российской Федерации и в Белоруссии сменится власть, то вот эти вот товарищи, например, Эрнст, он будет подвержен уголовному преследованию. Ну да, радио «Тысячи холмов» мы помним, что стало, то есть с ним, кто не помнит, в Руанде в середине 90-х была подобная ситуация. Да-да-да, между прочим, да. И эти люди насколько я знаю, наказаны были. Владимир Владимирович будут наказаны, Александр Егорович будет наказан обязательно. Все получат свои, так сказать, свою квалификацию в суде. Ну что, поэтому мифы еще есть у вас, что сказать по пропаганде? Работа слова первое, первая поправка конституции, свободу слова, но если ты не совершаешь преступление. То есть доверять СМИ, поэтому вопрос так не стоит, короче говоря. Ну, тут просто их щелкают каналы, посмотрел, там немножко, посмотрел, там немножко, потом понял, что это и то, и то вранье, сразу пошли на интернет. Нет, как правило, все каналы ретранслируют выступления официальных лиц. вот это и есть правда. Остальное уже как канал, каждый, сомнений, даратаро разных и так дальше. Есть некоторые каналы, иногда они дают очень интересные интервью. Вот та же самая, как было, когда это было, где-то в марте, да, интервью, это самая журналистка, я не знаю, НБС она брала у Путина. Меган Фолст. И как она его раскрутила, все было, нет, нет, это был НБС, кажется, канал. И как она раскрутила этого Путина, она его уличила во лжи, его как мальчишку растязала по полу. Это интервью есть на интернете. Хорошо, тогда переходим к следующему мифу. Одиннадцатый миф и, наверное, один из самых тупых ватных пропагандистских мифов. В США нет демократии. Диктатура там еще жестче, чем в РБ и в РФ. То есть, шаг ступить нельзя, все зарегулировано законами, буквально вот ты что-то не то сделал, тебя тут же полицейское государство наказывает, нельзя ни сказать, ни сделать ничего, только попробовал и ты уже тут же наказан. То есть, ты как в клетке буквально живешь. Что вы можете об этом сказать? Ну, это правда. Но есть нюанс. В анекдоте есть нюанс. Короче, тут вопрос, нюанс, вопрос такой, кому служит полицейское государство? Например, в России и в Беларуси полицейское государство служит в группе лиц или одному человеку. Диктатору, в первую очередь, и его окружению. А в Соединенных Штатах Америки полицейское государство служит гражданам. То есть, тут нюанс-то в чем? В разносе между фашизмом фашизмом и либерализмом. То есть, в либерализме государство подчинено гражданину, а в фашизме гражданин подчинен государству. То есть, маленький нюанс. Фашистское полицейское государство или либеральное полицейское государство? Да, Америка полицейское государство, либеральное. Россия или Беларусь это тоже полицейские государства, но фашистские. вот ватники очень любят использовать вот этот момент чтобы вводить людей в заблуждение показать вот смотрите вы думаете у нас тут плохо у нас тут диктаторы да а посмотрите как в америке то в америке вот в америке бы вы не вышли на митинг вам бы там сразу не палкой бы стали вас бить и не в автозак сажать и сразу бы выстрелили вам голову и все и конец нет там демократии никакой то есть мы это провергли это чушь ну да да полицейской государства есть либеральная и демократия есть скорее просто строгое исполнение законов там они разве габру закона да не разбор называется rule of law верхница закона у у нас свобода есть в отличие от сша но эта свобода заключается в том что ты можешь например помочиться в подъезде и тебя за это ничего не будет если никто не увидит или там еще что то то есть но такая совершенно маргинальная какая-то смешная свобода а реальных свобод нет например суды назначаются судей то есть ты не выбираешь приговоры пишутся уже заранее а голосовать с помощью голосования нет выбирает борщеварка кто победит но вот камер нет у нас а варите демократия вбросы постоянной но это пропагандисты говорят что демократия у нас а в на западе как раз таки и нет мы-то знаем что естественно демократия там и вы сейчас как раз этот момент очень хорошо осветили там либеральное государство которое служит народу хоть и полицейская у нас наоборот фашистский режим в котором народ подчинен государству является стадом даже не фашистки а это уже какой-то такой даже это уже феодальное какое-то ближе государства то есть есть какой-то король лорд есть его окружение вот эти вассалы его помощники есть крепостные крестьяне можно говорить там или тоталеризм а сменяется если на меняется каждые четыре года это называется демократия а если уже 20 лет сидит один человек 30 лет да к слову сказать даже в украине уже сколько президентов сменилось четыре или пять наверное даже правильно это очень хороший пример притом украина это ведь тоже страна снг это не америка это не западная европа но даже в украине на скорлоне снг она никогда не было в снг она наблюдать после развала ссср сразу она не было в снг г никогда она была наблюдателем она никогда не входила в снг сейчас они разорвали этот наблюдательный контракт никогда не было украины в снг сам термин демократия знаете ли он нейтральный демократия может и фашистском государстве быть и в либеральном пократи этого это просто в это просто власть большинства демократия а вот что за большинство это уже тоже нюанс то есть нет нет демократии это говорит ни о чем ну допустим может быть быть монархии да может быть добрый король который дает всем полную свободу это же круче чем демократия правильно эти англия демократия это очень нейтральные распространяете да кстати говоря англия такой интересный очень пример то есть в англии есть монархия до сих пор и в англии нет конституции насколько я знаю но при этом англию никто фашистским каким-то государством там тоталитарным не назовет тоталитаризм и фашизм это разные вещи вот я англию называю фашистский то что действительно так не забудь мне не будем забывать что еще во времена гитлера там также преследовали геев как и в германии в советском союзе это такое не подарочное государство очень прибыли проблемно и 250 лет назад наше государство надрало задницу английскому государству если кто помнит была чайная вечеринка бостонское чаепитие вы имеете да 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 совершенно верно от бостонской вот у нас айсман из бостона как раз хорошо тогда переходим к следующему мифу а так еще возможно вопросы будут из чата следующий миф у нас такой 12 в сша высокая стоимость на товары 1 и 2 необходимости то есть продукты питания одежду предметы личной гигиены медикаменты и так далее вот что об этом можете сказать относительно россии до выше но здесь надо есть экономический показатель называется покупательная способность это количество товара которые можно купить на среднюю зарплату и просто берете статистические данные смотрите какая покупательная способность допустим у россиян и американцы грубо говоря сколько на среднюю зарплату американец может купить себе гамбургеров сколько россияне и тогда уже могут отталкивать этих цифр можно вести какой-то разговор о том что дороже дешевле давайте скажем так вот я покупаю галлон 93 бензина до 4 лет роста где-то около 3 долларов сколько стоит в россии белоруссии и на 93 да да в россии бензин и белоруссии дороже чем в америке но вот видите теперь дальше за скажем одежду да вы можете выбрать магазин очень дешевой одежды вы можете выбрать магазин очень дорогой одежды и в зависимости того от вашего инкома вы можете пойти в любой магазин даже совсем безработный все вы можете пойти в магазин армия спасения и за 10-15 центов купить себе ну приличный костюм скажем да то можно новый но они будут уже до сберут вот такое то вы когда-то такое видели чтобы россию или белоруссии или украине было такое там какую-то старую грязную тряпку порванного они продают за большие деньги потому что мы привезли на из откуда-то из европы из америки так что это все знаете это просто но разговоры я вот когда вот обыденную такую простую одежда я среднем магазине покупая когда мне нравится что тут такое очень специфическая еду очень дорогой магазине я не смотрю цена какая и так дальше мне она очень понравилась она мне сидит и я чувствую не очень удобно или я плачу любые деньги то есть мне все равно вот тоже самое я очень такой переборчивый по поводу покупания удочек я люблю рыбалку вот и я очень много денег трачу на удочки не покупаю удочку за 10 за 15 долларов у меня покупаю удочку где-то за 600 за 800 ну и потом катушка начинается от полторы тысячи так дальше дело в том что когда ты посмотришь такую простую дешевую вещь и очень хорошую вещь ты поймешь разницу вот но это вкуса и вашего им кого это все понятие очень сильно растяжимы да для кого-то это будет души цены когда он смотрит дорогой в свое время ну наверно лет 10 назад ко мне приехала моя моего брата жена в гости нам у нас было где-то пять-шесть месяцев ну она жила и так дальше все вот она там немножко что-то подрабатывала и на как-то решила угостить нас но там чем-то такое вот ну поехали магазину поехали в магазин все она смотрит на очень хорошую там скажем какую-то колбасу или балык что-нибудь такое да ну который там стоит там скажем за паундом 10-12 долларов да вот смотрит нравится а покупает сама дешевую за доллар двадцать я не покупает а дерьмо потому что никто есть не будет нет будут все начинает настаивать все я всегда покупаю очень хорошего но вкусные продукты и так далее потом приходим домой она говорит вот это самое давай вот это есть я это есть не буду муж я отравлюсь ты что мне завтра на работу это есть не будут все там такой скандал она устроила как я столько работал и все и купила тебе ты не хочешь то есть верой потому что я знаю что это такое вот наташу у каждого разный менталитет когда я жил там да у нас приблизительно менталитет был одинаковый а сейчас она все поменялось конечно вот она потихонечку все поменялось но она приехала показала как имя был готова хорошо а вот что можете сказать про эти пресловутые американские распродажи когда вот там выкидывают какие-то товары в магазинах и они там по низким ценам купоны вот эта вся система то есть который у нас в должном мире нет ну это это делается только для того чтобы старый залежавшийся товар сбросить очень популярный товар скажем никто на распродаже не продаж скажем если вы покупаете хотите купить автомобиль да вы можете себе там ford chevrolet купить на это сам с большой скидкой и так дальше но нам mercedes он никогда вами даст скидку с когда вот это самое такс-фри день это где-то 9 сентября что такое на лейбордой да вот есть или перед этим кажется что такое вот все магазины они дают скидки там 20 30 процентов потому что им надо разгрузить склады они получают новую партию товара там корабли приходят огромное количество товара нового приходит они маката складывать и надо все это загрузить продать они даже будут готовы отдать бесплатно только ли кто-то забрал чтобы не не в мусор выбрасывается все тело почему потому что очень америка забита очень дешевым китайским товаром а он качество конечно ну что ж китай качество европейцы европейского товара вот американский очень много товаров вот они никогда не дадут скидку никогда скидка будет очень много сейчас сейчас то что телевизор уже никто не покупают какие-то там эти самые компьютеры все это уже никому не нужно вот они это все сбрасывают потому что что-то новое надо хорошо кто может что еще сказать по теме тогда переходим я хотел спросить про трампа как вообще было голосование вправду ли путина все это поле я но мы стали различаются по взглядам он республиканец я демократ вот и у нас разные взгляды я считаю что да повлиял во первых повлиял который было два больших в кида перед самым выборы сказали что клинтыш обвинили там чем-то то что там она и мэйлы там а посылала вот со своего домашнего и так дальше тогда что все раскрутили это был сильнейший удар будем критической партии ну а компромат откуда пошел вы сами знаете откуда ну да знаменитое выступление коми которая повлияла сильно на выборы но говорят что это из россии подкинули компромат конечно конечно да он оттуда пошел а за ну вот почему сейчас стран трусится как кассивного лист потому что миллер час его копает под него сильно так какие-нибудь еще вопросы тогда перейдем к вопросам из чата freedom белару сможет еще есть вопрос как там с этой с учебой университета и так далее сколько там нужно платить и вот ну вообще школы в принципе вы уже отвечали но это все по-разному когда вы идете в колледж учиться да вот ну а так будем решить и посреди специального ну как не сестра выдаст как же простой такой инженер вот и все но это учеба зависимости от колледжа она стоит где-то около 30 тысяч годов до обучения там это дальше вот когда вы идете хороший университет 60 вот а вот кисе на лоя ручкись вот скажем на адвоката да вот или на врача это где-то ну тоже разные школы по разному там стоимость вот если в харварде учиться где-то 80 тысяч в год проживания если вы хотите проживание там еще будет больше но это базовая ставка да потом начинается когда у вас очень хорошие оценки и так дальше и этот колледж хочет вас он дает большой дискаунт вам на это сама сколаршип дает ну скажем там даст 20-30 тысяч в год и вы себе пяди во лбу и так дальше да даже можно дать бесплатно то же самое эти колледжи дают даже бесплатно малоимущим семьям скажем там сын или дочка куда-то поступила и так дальше вот они не могут оплачивать они входят в эту ситуацию они полностью убирает плату стипению дают у меня сын учился он на доктора учился от 4 года он первый кальций ходил он был хороший студентом очень и он был лучшим студентом америке карте одиннадцатом году или кажется что такое такое так ему сразу из 36 тысяч он кажется платил кажется 15 тысяч в год то есть но мы платили а потом он пошел уже на доктора и north easton university закончил и там где-то было 65 тысяч код и ему тоже давали сколаршип где-то около 25 тысяч так вот но конечно дорогая но я считаю что это справедливо что это долг должен быть скажем вы хотели бы пойти к доктору который бесплатно отучился все логично все правильно сам это все нормально да не да давайте так лучше рассуждать жизни вообще ничего бесплатно есть там кто-то говорит слово бесплатно значит социалисты скорее всего хочет собрать у вас бумажник держите бумажник если вы говорят слово бесплатно что касается образования она доступна и понимаете она дорогой но доступна даже если вы средний совершенно человек то вы можете взять кредит в банке его потом отдать или некоторые всю жизнь отдают потихонечку вот эти искать образовательная ипотека я это называю то есть колледжи взаимосвязаны по программам и по образовательной структуре с университетами то есть ты можешь учиться потихонечку в колледже тебе будет засчитываться программы и потом тебя автоматом переведут какой-нибудь университет придешь банк скажешь хочу учиться тебе дадут государственный кредит тебя платят учебу в университете и жилье ну еще какие-то там карманные деньги будут в этот кредит ходить если ты офигенно одаренная тебе дадут скидки вплоть до нулевого 0 оплато университет сам заплатить себя деньги либо можно обратиться в благотворительной организации в церковь теперь церковь те может оплатить образование если ты кандидат новой лицки лауреата тоже какие-то фонды могут оплатить образования еще эти стипендию накинут то есть образование дорогущая в америке но предельно доступно предельно доступно то есть Если хочешь учиться, только скажи, и тебя подручники схватят и дадут тебе возможность выучиться. В отличие от России и Беларуси, где надо... Я даже не хочу вспоминать, что творилось в России с образованием. Какая убогая, жалкая, несчастная образовательная система в России. После смены власти это надо будет все ликвидировать, конечно. Эту старинную, древнюю, советского, царского типа образовательную систему. Делать современного, американского образца. Не только образование, это и медицина, это все мышление. Да, да, да. Полностью надо реконструировать государство. И Беларусь это тоже касается. Идем к вопросам из часа. Нет, нет, нет. Я хотел спросить еще про частный бизнес. То есть у нас с этим трудновато, мягко говоря. То есть все принадлежит там 65 или 65 государству. То есть все остальное это частная инициатива. Ну плюс еще профсоюзы это 4 миллиона, сколько я знаю, у нас в Беларуси. То есть из 9 500 тысяч миллионов. Как у вас с этим? То есть можно взять там кредиты под какой процент, чтобы частную лавку там какое-то открыть и так далее. И сколько там нужно выплачивать налогов в этом тоже плане? Ну, налоги на бизнес есть, есть налоговые каникулы. Есть конторки, которые, допустим, ты хочешь открыть бизнес. Заходишь в эту, ну, средний или малый бизнес. Заходишь в контору, тебе она расскажет, подберет, объяснит, где лучше открыть. Допустим, ты хочешь парикмахерскую сделать свою частную. Тебе расскажут, на какой улице, какие у тебя налоги, где лучше. Вот, ну, у меня просто в соседнем городке есть такая служба. Я в нее не обращался, но один парень обращался, собственно, меня туда и направил. Короче, если ты хочешь открыть частный бизнес, так же, как с образованием, тебе все двери открыты. Тебе будут помогать всячески. Если ты действительно хочешь хорошо работать, и у тебя есть бизнес-идеи и так далее. То есть для бизнеса и образования в Америке очень хорошие условия созданы. Поэтому эта страна процветает. Хотел спросить еще насчет этих как раз профсоюзов. То есть у нас они либо государственные. То есть если что случается, ну, государство неправо, то они ничего не делают, не предпринимают. Митинги не устраивают, ничего с этим против государства. Они за государство, они тебя никогда не защитят. А у вас как с этим? Ну, у нас государство минимизированное, еще раз. У нас государство в бизнесе, в науке, культуре и так далее представлено минимально. То есть у нас не социалистическое государство, понимаете? Вот этого всего ужаса нет. Да, государство держит какие-то институты научные, ну, связанные в основном с оборонкой или с какой-то высокой наукой. Да, государство содержит, может иметь акции каких-то компаний, вот как это в России, кстати говоря, держать акции Газпрома какого-нибудь. Ну, вот такого ужаса социалистического, как в Белоруссии или в России, такого нет. То есть государство занимается делом, оно занимается внешней политикой, оно занимается законами, конституцией, там, оно еще чем-то. Но сейчас оно, конечно, старается соваться в медицину, в образование и так далее. Вот в чем опасность, да? Да, такие поползновения есть. Понятно. Вот кончится. Ну, нужно этих республиканцев выбирать, когда будут выборы и все будет в порядке, думаю. Да, политические силы в Штатах, к счастью, есть. Жизнь политической теплится. Социалисты захватили еще не все. Далеко не все. Хотел спросить про еду. Как у вас с этим? То есть говорят, что очень много денег тратят на еду у вас, то есть всю зарплату. Так ли это? Ну, в общем, да, еда дорогая. В Америке дешевые только бензин, машины, одежда и все. Остальное все очень дорогое. Сказал бы еще, какая у вас зарплата? Если у вас хорошая зарплата, конечно, вам. Да, да, это вопрос покупательской способности. Вот у меня низкая зарплата, я поэтому на ценник смотрю. Когда я жил в России, у меня была очень крутая зарплата. Я не знал, какие цены вообще ни на одежду, ни на еду. А здесь я вынужден смотреть. Ну, потому что я новичок еще, я еще не обосновался как следует. Ну, да, вам настать на ноги и все у вас пойдет, не переживайте. Вот, а я, например, я не знаю, вот у нас где-то в семье, да, это 50-160 в неделю уходит на продукты питания. Ну, даете. 160 в неделю, да, нормально, нормально. Это алкоголь, 160 в неделю? Извини, 160 в неделю вы сказали, да? Ну, дело, что... Ну, я не знаю, там для некоторых это много, но дело в том, что мы не покупаем в простых таких магазинах. Мы едем, у нас тут есть русский магазин, да, рядышком. Мы приезжаем такие вот, ну, это делать там, там, это в основном, это поляки в Нью-Йорке делают. Эти продукты, там, колбасы, такие вот, они очень похожи на наши. Ну, не только колбасы, это европейские сыры, там, но много чего. Это в основном, то есть, сифропы привезено. Вот, и мы там берем, потому что мы привыкли к той еде, вот, и мы там берем. Роли русские еды, под дороговое удовольствие, между прочим. Хорошо, а то уже много времени прошло, люди выходят из этого, из стрима. Надо ответить на несколько вопросов из чата. Вот человек пишет, распластанная сосиска с таким ником. Вопрос к гостям. А вы не жалеете, что в Америку уехали? Жалеем, мы обязательно вернемся. В жизни. Очень не жалеете, да? Пиндостан, проклятый, обманул ваши ожидания. Для того, мы к вам вернемся не просто так, а чтобы сделать вас очередным штатом, ждите. Да, да, только я не хочу этого. Каким других штатов? Зачем нам? У нас и так слишком много территории. Хорошо, вот есть такой еще вопрос. Так, ну тут похожий, скучаете по России и Украине? Но это, в принципе, с первым вопросом сходный. То есть, скучаете, да? Скучаем и иногда ездим. Если по мне, так я первые, кажется, два года скучал. Отразделяет очень хорошо, да. Потом, после моего приезда, где-то через 12 лет я поехал туда, и все, это как рукой сняло. Вся скука, вся ностальгия, все. Я как приехал на таможню, и начали меня раздевать, и все. Давай, ручной досмотр, а почему у тебя 10 пар трусов, кто-то приехал только на неделю. А я говорю, а потому что в Америке привыкли каждый день мыться и одежду менять. А то, что вы одели одну какую-то майку и носите целый год, не снимаю ее. Ну, извините, то у вас такие принципы. Он скандален с ними очень хорошо на этой таможне. Вот, пока они даже взятку, тебя не отпустим. Это где это такое? Это где это такое? В Борисполе было, в Киеве. Ничего себе. Украина, и суждение, фашистское государство тоже. Ну, это 2003 год был. И год был, и я тогда вызывал консула, и все, скандал устроил, как это так, и все. Потом они меня вытолкали оттуда, и все, но делал по поводу этого. Тебя и спрашивает, как с работой в Штатах, если нет образования и знания языка на среднем уровне? Ну, если знание языка, это плохо. А образование, ничего страшного, вы находите любую работу. И учитесь. Так, у меня вопрос к нему, а как он попал в США, не имея языка и образования? Нет, он не попал, он спрашивает, он в Беларуси живет. Он спрашивает, вот если в США оказаться без языка и без образования, то есть как работа там материально? Минуточку, вопрос, по какой линии вы попали в США, это важно, я начинаю отвечать. Как он попал? Если он как беженец попал, значит о нем позаботится государство. Научит его языку и даст ему деньги первичные. Если он попал по линии каких-то родственников, значит родственники будут оплачивать его счета. Потому что, чтобы пригласить человека, надо дать расписку государству, что ты будешь платить за этого человека, которого приглашаешь. А если он в трюк парохода, например, пробрался? А если он приехал как по гостевой, да, вот. Да, я остался на Брайтоне у русских эмигрантов работать нелегально грузчиком там в магазине. Ну, нелегальная это тюрьма, там будут себя учить английскому в тюрьме и кормить. Гомо-негры будут учить. Да, 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 вы ничего не получите. Там вас отберут полностью. Отберут на Брайтоне у русских. Там жулики еще такие. Строятся официально, вы не сможете, если у вас документов нет, вы не сможете. Можно обратиться в свою общину. Это может быть религиозная община или национальная община. Там вам могут помочь. Русские, конечно, мало друг другу помогают, вообще не помогают. А вот армяне и евреи очень жестко друг другу помогают, например. То, что я видел лично. С армянами согласен, а евреи, ой. Посмотрите на Нью-Йорк, на Брайтоне. Ну, знаете, когда я только приехал, ну, знаете, Нью-Йорк это маленькая точечка, не имеющая отношения, кстати, к Америке никакого, культурно. Первые, кто мне на первую руку помощи протянули, евреи как раз таки. И до сих пор у меня спрашивают, все ли у меня хорошо, не нужна ли помощь. Хотя я не еврей, вообще ни разу. Хорошо, вот такой вопрос. Украинская диаспора, там как, любопытно? Ну, как диаспора, такой нет. Украинская, русская, армянская. Это все считается как бы русская диаспора, да, вот. А тут такого мы не различаем, кто там по национальному признаку. Мы просто все вместе вот так вот, так и живем. Но это, как сказать, диаспорой, я бы не сказал, что это диаспора, но это сообщество какое-то, вот. Ну, так просто мы друг друга знаем, так вот, ну, общаемся с друг другом. А в основном мы уже так вот расслоились среди американцев. То есть мы живем, в округе никого из русских нету. Может, там через два-три квартала кто-то еще есть. Вот похожий вопрос. Как в Америке с кумовством при устройстве на работу? Это криминал. И притом большой. То есть нет там кумовства? Это называется взятка, да? И это 10-15 лет. На частном предприятии, на каком-то небольшом, ты можешь принять на работу своего кума. То есть это твоя фирма, кого хочешь, ты того нанимаешь, да? А если ты разместил публичную аферту, да, трудовую, и воспользовался, что называется, рынком труда, то ты попадаешь уже под законодательство жестко. Так как у нас то, да, небольшие фирмы, они, как правило, национальные, они от диаспоры, они от семьи. Вот у нас, где я работаю, у нас семейный бизнес, в общем-то. Мы кого хотим, того и берем. Но если мы разместили на сайте объявление о приеме на работу, то мы уже попадаем под все законы, какие только можно. Либо это если вы нанимаете на работу на фулл-тайм в качестве эмплои. А если контрактор, да, допустим, вам надо починить забор. Теоретически, если вы кума своего попросите починить забор, да, в ущерб соседнему строителю, да, допустим, к вам обратилось две строительных фирмы. Одна ваш кум, а другая посторонний человек. Если вы выберете кума, это не преступление. Так, какие еще у кого вопросы, задавайте в чате. Пока вопросов больше не видно. Да, в принципе, вы уже на все вопросы ответили. Ну да, да, да. Так там можно заканчивать. Основные мифы мы развеяли. Вот приходите к нам в Дискорд общаться. Да, не забывайте про донат на поддержку канала. Для того, чтобы было побольше интересных разных разговоров. А то вот в прошлый раз мы даже Мунякина приглашали. Устроились с ним хорошее интервью. Это великий человек, который строит великую пирамиду. Да, приезжайте к нам в Соединенные Штаты. Оставайтесь. Место много, работа до хрена. Не слушайте Киселева. Он все чушенец. Вот мы это выясним. А еще лучше наводите порядок в своей стране. И, внимание, я сейчас скажу очень важную вещь. Сделайте лучше, как в США. Потому что в США, ну, есть за что покритиковать. Масса проблем. Масса того, что можно было бы перестроить. Чтобы американцы вот так сидели в Дискорде и размышляли о том, как лучше переехать в Россию. Так вот, проблема в чем, что здесь уже устоявшая система. И менять ее гораздо сложнее. Практически невозможно. Вот эти все проблемы устранять, которые в Америке накопились за 200 лет. А когда страна свежая, да, ее строишь с нуля, то можно, учитывая ошибки соседей, построить гораздо более крутую вещь. Проще говоря, строить с нуля с фундамента что-то крутое, проще, чем перестраивать старое протухшее конструкцию. Понимаете, о чем я? Поэтому лучше заняться своими странами. Приезжайте к нам сюда, поживите, посмотрите, какие есть опции. И потом занимайтесь своими странами. Яркий пример Армения сейчас. Она перестраивается очень сильно. О, хороший пример, да. Вот пока говорили, Грузия, Грузия, Грузия очень хорошо сделала, между прочим. Польша. Польша, к примеру. Чехия. Польша, Чехия, соус, соус. Они, понимаете, они под Евросоюз стали. А вот Грузия, вот блестящий пример Грузии при Саакашвили. Да, при Саакашвили, да. А Польша же хочет сейчас, возможно, выйти из Евросоюза. Правильно сделает, правильно сделает. Вот делать. А где-нибудь в России останется. Если Польша договорится с Украиной, Белоруссией и Литвой, то Польша может свой мощнейший союз организовать исторически, между море. Да, да, по идее, это правда. Вот в чате появился еще вопрос такой, вытекающий из предыдущего. А легко ли найти работу через сайт? Ну, видимо, человек имеет в виду там Крейглист какой-нибудь или что-то такое, сайты, где можно найти работу. Да, легко, да, легко, легко. Я именно с этой работой, я только через сайты. А вот эту грин карту, ну, как, трудно ли ее там получить, там, вообще попасть в США? Как это просто происходит, схема? Ты пишешь, хочу грин карту, туда, куда надо, пишешь. Ты говорят, ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Заплатить столько-то, столько-то, столько-то. Ты это все делаешь потихоньку, и тебе по почте присылают грин карту. Ну, видимо, имеют в виду розыгрыш бесплатной лотереи, там, на карту. Бесплатный, да. Грин карта – это вид на жительство и право на въезд в страну, без контрольной. Самое главное. Право на работу. Право на работу, право на жительство и право на въезд. Вот остальное все, как бы, уже прилагается другими вещами. У меня вот вопрос про Трампа. Какая политика, точнее, что он сделал за эти полтора года? То есть, внешняя политика, точнее, что он сделал с теми же мексиканцами? Он сделал там эту стену, и вообще, чувствуете, что за эти полтора года его реформы? Или вообще ничего? Вроде как налоги немного снизил. Я бы сказал, что он ничего не сделал, он только слишком много крика. А то, что налоги скинул, да, я сейчас получаю где-то на 50 долларов больше в каждый патчек. Вы не забывайте, что вы меньше платить стали в магазинах. Нет, наоборот, цены поднялись. Цены поднялись и по другим причинам, не из-за Трампа. Дело в том, что фирмы, ваши контрагенты, у которых вы продукты покупаете, вы тоже стали немножко дешевле покупать, потому что они стали меньше налогов платить. И вот так вот по мелочам, по мелочам, все ваши товары и услуги, которые вы пользуете, это гораздо больше 60 долларов. А вы посмотрите, что цены, наоборот, выросли. Это по другой причине, это по причине инфляции. А инфляция по причине социалистов, типа Хиллари Трамп и демократов. Ну, у вас все социалисты виноваты, конечно. Да, да. Ну и что, поживите немножечко. Немножечко прояснится в этом деле у вас. А так? Конечно, осталось бы при старой налоговой системе. К нам в чат зашел профил гор. Может быть, у него есть какие-то вопросы по теме США? Добрый вечер. Вопросы, конечно, есть и по налоговой системе, и по пребыванию в США. Основной вопрос в том, что почему жители многих штатов не замечают налоговую реформу? Все все замечают. Бизнесмены замечают. Те, у кого нет экономического образования, базового, элементарного, даже понимания экономики, работа, как работает экономика, они не замечают. Ну, да, я не замечаю, например. Русское образование, конечно, нет. Бое, понижение налогов, дружище Айсман, даже на один цент, дает мощнейший экономический эффект, там, не знаю, в один доллар, понимаете? А ничего-то не дало. Я бы сказал бы, что все кредиты выросли, все морвичи... Понятно. Дело в том, что... Да я понял, о чем вы говорите. Дело в том, что Трамп, конечно, снизил налоги, да? Может быть, это был популизм даже. Дело в том, что, чтобы изменить что-то в Штатах к лучшему, надо 200 мер принять, таких, как принял Трамп. Понимаете, потому что из-за бардака вот эта капля в море, понимаете, вот это изменение. Изменять надо гораздо большее количество позиций. Бардак, он все равно перевешивает вот эту маленькую меру, которую сделал Трамп. Общий бардак, общесоциалистический бардак. Нужно, чтобы эти... На выборах выиграли республиканцы, чтобы были настоящие реформы, как я понимаю. Да не будет здесь в этой строении никаких реформ. Не будет. Все очень закостенело, закаменело. Бюджет раздут, государство раздуто. Поэтому у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как мне уехать в США? То есть что нужно для этого сделать? Самый простой способ – жениться. Это быстро, просто и надежно. Тогда третий вопрос. Где эта самая американка? На сайте знакомств. В тиндере. Спасибо, Дэдди. Спасибо. Думаю, что вы там что-то найдете. Те, которые хотят выйти замуж за деньги, да? Они больше всего верят, что там жульничество. Нет, дело не в деньгах. Можно жениться. Причем есть деньги. Женится человек и все. Вы не поняли. Айсман, вы не поняли. Меня интересуют те женщины, которые готовы доплатить. Потому что я готовлю так, что четырехзвездочный ресторан Michelin присылает приглашение. Слушайте, профиль Горн. Напишите это своей потенциальной подруге. Знаете, что я вам скажу? Что очень многие, те, которые пытаются тоже самое так жениться и так дальше. Эта дама или тоже молодой человек. Ну, любой человек, который живет в Америке, он никогда на это не пойдет, если у него имеется имущество. Скажем, я никогда не пойду ни на фиктивные, ни на какие браки, потому что я хочу защищить свое имущество. Мое имущество – это моя пенсия. И если я женюсь, и в случае чего развода, я все могу проиграть. Есть брачный контракт. Это раз. Во-вторых, фиктивный брак в Америке карается. Примерно 10 лет лишения свободы. Очень советую этим заниматься. Спецслужбы, когда вы женитесь, будете получать грин-карту, будут за вами первые годы вашей жизни совместно немножко следить. А иногда даже серьезно влезать в вашу личную жизнь. В надежде, ну, при подозрении, что у вас брак фиктивный. И примеров огромное количество. А я думаю, что хорошая пища не каждого человека соблазнишь. А я думаю, что каждого мужчину всегда посещает мысль о том, чтобы потрогать соблазнительную женщину за загорелую кожу. Согласен с вами, согласен, да. Это так. Оно. Да, лишиться всего имущества и за какой-то прометчивый. Такая вот идея, вот. Ну, не каждый пойдет на это. Чего вы взяли, что надо обязательно лишаться имущества? Скажите, пожалуйста. Потому что это очень много уже имеется примеров. У нас очень много примеров. Люди женились и все, и брачный контракт, и все, как положено. А потом их оспаривали. Ну, это потому что они женились на деревенщине. То есть... Не обязательно. Я вас уверяю. Приведите хотя бы один пример из вашей концепции тех несчастных браков, когда нормальные люди женились на действительно адекватно образованных мужчинах, в смысле, выходили замуж за мужчин, женились на женщинах, и это была не деревенщина. Ну, какая-нибудь там Тверская, Ленинградская область, или там еще какая-нибудь Воронежская, например. Поэтому я вам хочу сказать, что деревенщина в нашей жизни, она, конечно, убивает все ростки живого. То есть, когда в вашей жизни девушка или там женщина, ну, в некоторых случаях даже мужчина или мальчик, уезжает из деревни, то деревня из этого человека не выезжает. Не уезжает. Видимо, в этом, Райс Монт, самая главная проблема. Хочу заметить, что это правило действует на всех континентах, вне зависимости от того, где вы находитесь, в Америке, или, может, даже на африканском континенте. Профильгоры, женись, помочишься два годика, разведешься, все будет нормально. А может быть, даже еще вот собственностью обрастешь. Повезю. Ну да. Спасибо за совет. Я тронут. Тронут. Так, ладно тогда. Смотрю, в чате вопросов больше нет. Стрим можно заканчивать, а то уже больше двух часов идет. При желании разговор можно продолжить дальше. Пишите отзывы в комментариях. Если вам хочется продолжения разговора, пишите, что вы хотите продолжения, и вопросы дополнительные пишите тоже. Как только соберется 15 вопросов, мы сделаем еще один чат. А тебе хочу сказать спасибо администрации сайта. Спасибо всем слушателям и всем присутствующим.